Так, мы в эфире уже? Угу. 511. Друзья, всем привет! Вас уже очень много, мне подсказывает 511 человек в эфире. Давайте с вами, перед тем, как начнем, звук проверим. Как меня слышно по 10-бальной шкале в чат под этой трансляцией пишем и начинаем. После этого я хочу убедиться, что вы меня хорошо слышите и увидите презентацию. Так, 9, 10, 10, 10, 10. Вижу, все, пошли комментарии. Супер! Точнее, не повалили. Меня зовут Сергей, я представляю онлайн-школу английского English Revolution и сегодня у нас с вами очень интересная тема. У меня к вам вопрос. Давайте, перед тем, как я начну, мы с вами немного познакомимся. Напишите сейчас, кому надоело чувствовать себя отставшим от времени, вот из-за того, что вы до сих пор не говорите на языке, ну то есть, или не знаете язык. Напишите сейчас в комментарии, восклицательных знаков. Много. Кому сильно надоело, много. Кому чуть-чуть надоело, ну, один поставьте. Какое-то время назад мы начинали разрабатывать ускоренные методики обучения в небольшой школе в Москве. Я тогда начал привлекать специалистов, полиглотов, которые владеют различными технологиями ускоренного изучения, потому что хотелось сделать что-то необычное, совершить некую революцию в английском. Именно поэтому проект называется English Revolution, да, чтобы люди учились английскому быстро, а не годами, как это сейчас происходит. И со временем так получилось, что нам стало не хватать того пространства. Друзья друзей стали приходить, люди стали рекомендовать эти методики другим, и мы вышли в интернет, решили обучать людей через интернету и по всему миру. Сегодня это выросло в то, что у нас закончило обучение более 22 тысяч студентов, и около 300 тысяч человек сейчас читают наши рассылки со всего мира, да, по английскому языку. И тот рост произошел только потому, что эти технологии работают, люди получают результаты, а это самое главное. И моей задачей сегодня я вижу донести ту суть, выжимку, конкретику, раскрыть секреты полиглотов, которые позволяют учить язык гораздо быстрее, чем другие делают это в институте, в школе, на курсах с репетиторами и так далее. Вот о чем сегодня, собственно, и пойдет речь. Вижу восклицательные знаки, но, друзья, сегодня наша задача это исправить. То есть мы сегодня приготовили для вас очень много практической, интересной информации. Вы сегодня узнаете, каким образом можно за несколько минут понять, узнать 80 тысяч английских слов. Это действительно не шутка, я вам прямо вот уже скоро это покажу. Английский сегодня действительно можно выучить быстрее, чем вы к этому привыкли, потому что в школах, в институтах в нас закладывают эту норму, ужасную норму, что английский нужно учить всю жизнь, что нужно учить годами. Курсы нас приучают к тому, чтобы ходить на курсы на эти же несколько лет. Репетиторы нас приучают, чтобы ходить к ним несколько лет. Но задайте себе вопрос, а почему так, друзья? Если есть противоположность, например, я почему уверенно об этом говорю? Потому что в нашей школе норма от нуля до разговорного английского, это от двух месяцев до полугода. Люди начинают, в зависимости от времени, которое они тратят каждый день для занятий, начинают свободно говорить, в зависимости от мотивации каждого человека. И задайте себе вопрос, а почему же на курсах, почему же к репетиторам вы ходите годами? Я думаю, вы понимаете сейчас, да, ответ очевидный, потому что это выгодно просто, потому что невыгодно учить вас быстро. Но какой смысл вас научить английскому за несколько месяцев, давать вам скоростные технологии, если вы потом ходить не будете? Получается, школам, репетиторам снова нужно искать новых клиентов, и это все проблемы, это все затраты. Да, и, собственно, сегодня мы хотим вот раскрыть эти секреты, просто вскрыть секреты полиглотов, которые действительно очень быстро учат английский язык, показать вам самые крутые выжимки из технологий, которые сегодня есть на рынке в мире по ускоренному изучению английского, потому что в нашей команде очень много полиглотов, как раз которые специализируются каждый день на том, чтобы тестировать, разрабатывать, испытывать скоростные методики. И мы сегодня покажем вам то, до чего мы дошли. Напишите сейчас в чате ответ, сколько вы уже учите английский язык. По цифрам. Кто сколько учит? Два года. Только начал. Вам повезло, потому что вас еще не испортили. Долгие-долгой зубрежкой. Пять лет. Учу всю жизнь. Семь лет. Полтора года. Девять месяцев. Шесть лет. Друзья, теперь напишите, вот те, кто сейчас вижу очень много цифр, вы прислали, причем большинство из вас учит английский далеко больше, чем один год, да, то есть долго реально. И напишите сейчас цифры, а кто реально говорит свободно сейчас на английском из вас, да, кто ответил на этот вопрос. Читать могу, но говорить не могу. Чувствую языковой барьер. Что-то сказать могу, но не всегда понимаю носителей. Но я надеюсь, что вы теперь понимаете, что учить английский долго и знать английский, общаться на нем свободно, это совершенно разные вещи. И так как я представляю именно ускоренные методики школы английского, да, которая занимается быстрым обучением английскому, меня часто приглашают на различные там радиоэфиры, ТВ эфиры, на конференции. И каждый раз, когда я прихожу в зал, я спрашиваю, задаю вопрос людям. Ну, поднимите руки те, кто учит английский от года и выше, дольше. Оставьте тебе руки те, кто учит английский больше пяти лет. Оставьте руки те, кто учит английский более десяти лет. И теперь оставьте руки те, кто свободно говорит на английском. И, вы знаете, единицы среди вот тех людей, которые учат английский долго, оставляют руки. А большинство учит английский там и десять лет, и пять лет, и общаться свободно не может. И проблема здесь кроется именно в системе образования, то, как людей обучают английского. К сожалению, до сих пор многие школы, институты, курсы английского построены на старых советских методиках, которые основаны на зубрёжке, на фразах, которые практически не применяются носителями. Потому что мы знаем, что, попадая за границу, носители часто сокращают какие-то фразы, общаются на сленге. А когда у нас в учебниках всё это не адаптивно, то, научившись этому и не научившись общаться, переезжая за границу, мы чувствуем себя как раз некомфортно. Вот эти вот проблемы, которые вы сейчас пишете здесь. Не могу общаться, не могу понимать чувство языкового барьера. Сейчас мы с вами шаг за шагом начнём с этим разбираться и исправлять все эти проблемы. Друзья, у меня к вам несколько коротких вопросов, чтобы понять, кто к нам сегодня пришёл. Напишите сейчас в чат, зачем вы учите английский, зачем вы хотите его знать, да, там, общаться на нём. Что вам это даст? Просто наша школа выпустила уже более 22 тысяч студентов, и анализируя статистику результатов людей, мы дошли до следующих выводов, что те люди, которые имеют более яркую, конкретную цель, мотивацию, у них, ну, немного быстрее получается делать результаты, чем у тех, кто, ну, учит просто так, да, там, ну, так, чтобы знать. Хочу понять, что движет именно вами. Английский нужен для работы, чтобы свободно путешествовать. Хочу сдать экзамены в ВУЗ. Английский нужен по бизнесу. Ну, да, действительно, потому что я не раз слышал от студентов, что проводя переговоры по бизнесу с теми же, например, британцами, ну, есть такая тема, что в переговорах, когда ты сам можешь общаться с партнёрами без переводчика, это, ну, во-первых, выше ценится, во-вторых, ну, это не так, что ли, формально, вы можете реально по душам пообщаться с вашим партнёром, и, естественно, отношение, общение, оно и формирует ваши какие-то бизнес-партнёрства, бизнес-отношения в дальнейшем. Поэтому, конечно же, если руководитель сегодня в компании может сам говорить по-английски, это гораздо круче, чем если он общается с переводчиком. Ну, и вообще, я надеюсь, что вы понимаете, что английский для любого человека является очень мощной инвестицией в будущее, я бы сказал, наверное, одно из лучших. От многих предпринимателей я слышу, что самой лучшей моей инвестицией было то, когда я выучил английский. Мне очень нравится цитата Фрэнка Смита, который был послом Великобритании в СССР и возглавлял ведомство британской контрразведки МИ-5. Такую цитату, что английский, один язык открывает вам дорогу в жизнь, два языка открывает вам каждую дверь на этом пути. И действительно, сейчас вот анализируя, смотря на ваши ответы, видно, что все они связаны с вашим развитием, с новым уровнем жизни, новая работа, карьерный рост, путешествия, какие-то, возможно, кто-то писал, общаться со своими родственниками, дочка вышла замуж за иностранца. Ну, все это связано с улучшением качества жизни. Действительно, мне очень приятно, что помогая людям учить английский язык из разных городов и стран, мы помогаем вывести жизнь людей на новый уровень, сделать жизнь ярче и интереснее. Кстати, напишите, из каких вы городов? Кто нас сегодня смотрит? Сегодня действительно заблуждением является то, что люди думают, что в моем городе нет хороших репетиторов или там рядом, где я живу, нет хороших репетиторов, потому что все вы сегодня нас смотрите из разных городов, я уверен. Я сейчас зачитаю просто небольшой список. Москва, Сочи, Питер, Алматы, Киев, Пермь, Новосибирск, Нью-Йорк, у вас, кстати, сейчас далеко не вечер, по-моему, Самара, Красноярск и так далее. Огромное количество часовых поясов, городов, разные страны, и вы все сегодня пришли к нам в эфир. Это означает то, что находясь в любой точке мира, где бы вы ни жили, можно учить язык, можно находить лучшие технологии и делать это удаленно через интернет. Так, с вами мы познакомились, теперь давайте приступать к практикуму. Почему не вижу то, что я пишу, задает вопрос Дмитрий. Давайте вкратце оборка вопросов. Я еще раз повторю для вновь подключившихся, куда писать вопросы, регламент, сколько будет длиться мероприятие. И мы с вами приступим, собственно, к системе полиглотов, к тем секретам, которые позволяют одним людям учить английский гораздо быстрее, чем учат все остальные. Вы сегодня узнаете все эти секреты и уже сегодня уйдете с этой онлайн-конференции с багажом знаний, который позволит вам ускориться, пересесть на Ламборджине в изучении английского языка и достичь результата гораздо быстрее. Итак, сейчас все возьмите блокнот-ручку, бумагу-ручку, отключите телефон, отключите на фоне там, у кого играет Дом-2, телевизор, новости, неважно. Все это сейчас вас будет отвлекать на час, где-то полтора, наверное. Полтора часа мы планируем сегодняшнее событие. Возможно, чуть дольше, что вопросов будет больше. Поэтому на этот период я рекомендую вам выключиться из внешнего мира и записывать то, что я вам сегодня расскажу. Потому что все это действительно очень практическая, важная, интересная информация. Потом, насчет вопросов. Смотрите, друзья, под этой трансляцией вы видите поле для ввода комментариев. Все ваши вопросы попадают к нам в админку. И мы все видим вопросы. Я их также вижу. Модераторы, помощники, которые сейчас находятся со мной в эфире из моей команды, они присылают мне самые интересные, важные вопросы, которые вы задаете. Потому что очень много сейчас людей и среди вас есть, к сожалению, те, кто пришли сюда поспамить, пишут какие-то рекламные сайты и прочее. То есть, чтобы вас не отвлекать, чтобы меня не отвлекать, мы создали такую антиспам-систему, которая фильтрует сообщения. Люди сидят, отбирают эти сообщения, которые действительно интересны для сегодняшней темы и передают их мне, чтобы мне было удобней с вами общаться и давать вам обратную связь. Поэтому я все вопросы вижу. Обязательно задавайте вопросы. Более того, я вас призываю к интерактиву, потому что сегодня у нас будет с вами общение. И чем плотнее и интереснее это общение будет происходить, тем больше результат вы же и получите. Насчет эфира. Да, уже сказал, длительность часа полтора. Запись мы не планируем. Поэтому те, кто действительно хочет выучить язык быстро, узнать секреты полиглотов, ну оставайтесь с нами до конца. Плюс в конце будет много бонусов и я вам действительно рекомендую быть с нами до конца эфира. Ну и соответственно ответы на вопросы будут в конце. Поэтому сейчас я хочу вам дать основной материал, чтобы успеть это сделать как можно быстрее и отвечу на все ваши вопросы, которые возникнут в конце эфира. Так, ну и программа сегодняшней конференции. Сегодня мы раскроем технологии полиглотов, благодаря которым можно выучить 80 тысяч слов за несколько минут. Прямо сейчас вы это узнаете. Поставить красивое произношение за 20 минут, к чему многие тут годами так и не дошли. Вы сделаете сегодня это прямо в эфире. Вы поймете, как научиться воспринимать английскую речь носителем на слух очень быстро. Как начать общаться на английском всего за несколько месяцев мы вам расскажем. И разобраться с английской грамматикой очень быстро, ну тоже буквально за 1-2 месяца это реально сделать. Поэтому забудьте про зубрежку. Забудьте скучные, неинтересные, старые методики изучения английского. Вам просто нужно сегодня понять эти принципы, о которых мы расскажем, эти секреты. И поняв это, вы сможете сделать результаты очень быстро. Поехали! Итак, секрет номер один. В русском языке есть огромное количество слов, которые заканчиваются на ция-сия. Все вы их уже давно знаете, естественно. И весь фокус заключается в том, что для того, чтобы перевести эти слова на английский язык, достаточно заменить окончание ция и сия на шин. То есть, здесь одно интересное вот правило, которое вы можете сразу запомнить. Если вот перед окончанием ция-сия стоит буква а, тогда мы заменяем ее на эй. Ну давайте сейчас на практике с вами и разберем. Я буду говорить вам слово на русском языке, делать небольшую паузу, вы переводите на английский. Далее мы с вами разбираем, ну почему так. Поехали! Революция. Переводите на английский язык, ну кто знает, кто не знает, пробуйте просто сказать, что, ну вот как вы думаете. Если вы не знаете, ничего страшного, просто, ну, наблюдайте за этим, да, вы очень быстро поймете суть. Революшн, да, собственно, как у нас и называется школа. English Revolution, да, революция в английском. Здесь мы просто ция заменяем на шин. Была революция, по-английски это revolution. Очень много слов в русском языке, которые вошли уже в обиход, в общение, они взяты с английского языка. И это очень просто, потому что мы уже эти слова знаем. И по сути, чтобы сказать на английском, нам достаточно сделать небольшую манипуляцию. Давайте дальше. Имитация. Видите, здесь перед ция стоит буква а. Соответственно, мы ее заменяем, как я вам говорил выше, на а. Imitation. Имитация. Давайте дальше. Концентрация. То же самое здесь. Перед ция стоит а. Давайте пробуйте сами. Concentration. Конвенция. Convention. Concentration. Делегация. То же самое. Перед ция стоит буква а. Значит, что мы делаем? Мы ее заменяем на а. Delegation. Инновация. Innovation. То же самое, да, опять. А заменяем на а. Innovation. Миссия. Mission. Все вы знаете фильм. Миссия невыполнима. Mission. Impossible. Профессия. Profession. Ну и так далее. Друзья, хочу вас обрадовать, что таких слов в русском языке 50 тысяч. Порядка 50 тысяч. Те слова, которые я вам назвал, согласитесь, что, ну, вы как взрослый человек должны их знать, да, на русском языке. Соответственно, вы их уже знаете на английском. То есть, вы их легко можете перевести, поняв просто принцип. И я хочу сказать, что огромное количество вот правил, фраз в английском языке можно понять. И согласитесь, что когда вы поняли принцип, поняли правила, да, как вы трансформируете с русского на английский, там, мысль, фразу, слово, это гораздо проще. Когда вы знаете основу, да, в дальнейшем учить язык, чем вы, допустим, просто садитесь и зубрите. Поэтому хочу вас порадовать, друзья, вы уже знаете 50 тысяч слов. Порядка 50. Ну, кто-то, может, не владеет какими-то, там, не знаю, словами, там, и, ну, чуть-чуть меньше, но большинство из вас уже знает 50 тысяч слов. А у кого получилось перевести слова самостоятельно или понять суть правила, о котором я вам рассказал, напишите сейчас в чате «получилось». Потому что это и есть, собственно, один из секретов полиглотов, это не зубрить слова или, там, фразы, а понять суть. Потому что, поняв суть, вы заложили фундамент небоскреба, на который можно строить просто огромное количество этажей. Но не поняв эту суть, ну, как происходит, вы строите карточный домик, то есть зазубривая, там, допустим, какие-то стихи или в школе, или правила, или слова. Но проходит время, все это выветривается из головы. Нам же нужно навечно, чтобы небоскреб выстроил, выстроил, и, там, землетрясение, там, время, да, которое пройдет с момента изучения. Поэтому вижу ваши комментарии. Получилось, 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 спасибо, получилось. Ну, это только одна маленькая часть, верхушка айсберга. Я вам сейчас буду рассказывать еще интересных много моментов, которые вы можете именно понять в английском языке. Именно так строятся ускоренные изучения английского. Тут есть небольшое количество исключений, 35 слов, которые нужно запомнить, просто проглядывая их. Возможно, вы сегодня уже их сразу запомните. Мы вышли вам после конференции этот список исключений, чтобы вы смогли просто где-то для себя отдельно держать эти фразы. И буквально, там, пять минут в день пробегаетесь по ним в течение нескольких дней. Вы сможете уже отложить себе на уровне подсознания, что вот эти фразы, они не поддаются тем правилам, которые я рассказал выше. Какие фразы? Какие слова в смысле? Давайте по ним пройдемся. Коммерция. Здесь мы не пользуемся правилом, как я рассказал, да, мы не меняем наш шин, то есть не коммершн, да, коммерс, коммерция, коммерс, дистанция, дистанс, гравитация, грэвис, полиция, полис, то есть видите, да, здесь мы просто, ну вот эти фразы отдельно получите, отдельно по ним пробежитесь, просто их всего лишь 35, друзья, но это ничего, капля в море по сравнению с 50 тысячами, которые вы уже знаете. Получите материалы, пару раз пробежитесь и все будет круто. Дальше поехали. Поставьте плюсы, кто это понял, кто понял это исключение. Также в русском языке существует порядка 10 тысяч слов, которые заканчиваются на окончание гия. Здесь правило тоже очень простое, вы это окончание всего лишь меняете на джи. Давайте пойдем по примерам. экология, экологи, энергия. Давайте сами. Энерджи, стратегия, стратеги. То есть понимаете, да, как это работает? Вы эти слова уже тоже знаете, то есть друзья, это еще плюс 10 тысяч слов к тем словам, которые мы обсуждали выше. Это 50 тысяч плюс 10 уже 60. Вы их уже знаете. Но вы понимаете, насколько это все просто? Поставьте плюсы, кто понял вот это правило с гия и трансформацией в джи в английском языке. Поставьте большое количество плюсов, кому вообще это понравилось. Осознание того, что с каждой минутой вы, оказывается, знаете все больше десятков тысяч слов, чем вы думали раньше. Давайте дальше взламывать секреты английского. Смотрите, есть порядка 5000 слов, которые заканчиваются на а или я. И в 95% случаев все эти слова, чтобы перевести на английский, достаточно убрать это окончание. А или я. И все. Ну давайте с вами также приближимся по примерам. Какие-то слова вы, возможно, уже знаете. Но если не знаете, вы сейчас также очень быстро поймете суть. Проблема. Переводите сначала вы. Я вам дам небольшую паузу. Problem. То есть понимаете, да? Была проблема, стала, ну как бы, не проблем, а problem. Ну то есть понятно, что есть какой-то нюанс в произношении, есть нюанс в ударении, но вы это очень быстро поймете, когда будете много слушать. То есть в английском языке, изучая его правильно, да, у нас курсы построены именно на том, что студент очень много слушает. То есть поняв правило, он просто дать дальше слушает, 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 и на подсознание откладывается, как правильно нужно произносить. Ну, слушает специальные материалы, специальные там отрывки из фильмов, ну, как общаются носители и так далее. Самое главное понять вам суть, то, что вы сейчас и делаете. Давайте дальше. Академия. Academy. Да, то есть просто мы убираем я. Академия. Academy. То есть мы не говорим академия. Academy. Армия. Army. Ассамблея. Assembly. Атака. Attack. Лотерея. Lottery. Батарея. Battery. То есть понимаете, да, что это на самом деле не сложно? Все вы это уже знаете. Давайте дальше. Сигарета. Cigarette. Понимаете, в чем простота? Что действительно очень многие слова перенимались из английского языка, поэтому вошли в нашу речь. И мы уже к этому привыкли неосознанно, зная их слова. Копия. Copy. Philosophy. Philosophy. Друзья, слушайте, а вы тоже слышите дрели и стуки непонятные на фоне? Не знаю, как это передается в микрофон. Соседи по офису решили устроить здесь вечеринку, что ли, там, с дрелью, как в клипе Satisfaction. Слушай, а можешь попросить? У нас эфир идет, чтобы они как бы в это время уже нельзя никакие работы проводить. Окей? Сходи, пожалуйста. Терраса. Террас. Поставьте плюсы, у кого получилось также перевести вместе со мной, ну, уже на интуитивном уровне. И кто понял это правило? Здесь также есть исключения, их немного, но они чувствуются, их чувствуешь по интуиции уже по мере набора опыта, по мере изучения вы, ну, поймете, что, допустим, эти слова не поддаются. Потому что есть слова такие, как, например, книга, да? И мы знаем, что там книга по-английски, ну, надеюсь, что все знают, что это не книг. То есть, вы интуитивно понимаете, что это the book, да? Book. Там, или, допустим, нога, да? Мы тоже понимаем, что это не ног. Это, ну, это как бы почти ног, только это leg, да? Ну, то есть, все эти слова вы также запоминаете, прослушивая в дальнейшем какие-то материалы, по которым вы изучаете, если вы пойдете там по правильному пути, ускоренному обучению английскому. Понимаете, да, как это работает? Вижу огромное количество плюсов, чтобы вы поняли правила. Ну, отлично, супер, супер. Вскрываем следующий секрет. Это слова, которые заканчиваются на ный, на я, но е, ные. И здесь этих слов порядка пяти тысяч тоже, плюс-минус. И для того, чтобы перевести эти слова на английский, достаточно просто убрать эти окончания, да, которые приклеил им русский язык. Давайте также пробежимся по этим словам, ну, пример этих слов. Глобальный. Просто убираем это окончание ный, да? Ну, то есть, и мягкий знак тоже, если попадается, как здесь глобальный. Глобал. Абсолютный. Absolute. Агрессивный. Агрессив. Элегантный. Элегант. Нормальный. Нормал. Локальный. Локал. Также здесь есть немного исключений. Я попрошу, чтобы наши преподаватели выслали вам эти исключения, которые также интуитивно понятны, да, то есть, мы вышли вам этот список, но вот пять тысяч слов действуют по такому принципу. То есть, это еще сколько там было? Шестьдесят. Плюс пять. И пять – это уже семьдесят тысяч слов. Вы уже знаете, как понимаете, да, как перевести на английский язык. Поставьте плюсы, кто и это понял. Следующий тип слов, который заканчивается на чны, чная, чное. Да, здесь для того, чтобы просто перевести это слово на английский язык, достаточно вместо этого окончания, там, чны, да, поставить ка на конце. Да, например, вот такие слова. Романтичный. Пробуйте сами перевести. Вместо чны ставите ка. Романтик. Логичный. Лаудик. Демократичный. Демократик. Органичный. Оргеник. То есть, в английском языке мы, ну, не говорим точь-в-точь, вообще, в принципе, в английском языке нет таких же звуков, как есть на русском. И это задача, ваша задача сегодня понять. Вам мой коллега сегодня объяснит, как, ну, вообще, как поставить себе быстрое произношение. Вы сможете сегодня сложные звуки поставить. И самое главное, чтобы вы уже сейчас понимали, что звуков одинаковых нет. То есть, допустим, если вы говорите органичный, то это неорганик. Да, и вообще, в принципе, нету такого звука Ре, там, Ге и прочее. Ну, то есть, там все звуки отличаются. И вот поняв это, также по простым легким принципам вы сможете отличное произношение себе поставить. Следующее. Порядка двух-трех тысяч числов есть в русском языке. Для того, чтобы перевести их, достаточно букву И заменить на звук АЙ. Да, давайте пройдемся по таким фразам, и вы их поймете тоже на уровне подсознания. Аппетит. Переводим. Кто знает? Аппетит. 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 Да, то есть, заменяем на АЙ. Клиент. Клайент. То есть, мы И меняем на АЙ. Клайент. Диаграмма. Диаграм. Диалог. Диалог. Финал. Файнал. Микрофон. Давайте сами. Майкрофон. Миля. Майл. Стиль. Стайл. Финал. То есть, видите, что очень сильные совпадения. И эти слова, ну, очень легко запомнить, потому что они очень, ну, они все созвучны, они все, как бы, состоят из тех же букв практически, да, там, ну, где-то надо мягкий знак убрать и так далее. То есть, вы уже эти две-три тысячи слов интуитивно сможете понять, читая книги, слушая, допустим, радио или смотря телевизор, ваш любимый фильм и так далее. Прибавляем к нашей копилке, получается уже порядка, там, 63-65 тысяч слов, которые вы уже понимаете. Также порядка двух-трех тысяч слов, для того, чтобы перевести их, вам достаточно букву С заменить на букву С. Ну, давайте тоже парочку примеров. Центр. Давайте сами. Центр. Ну, естественно, произношение меняется. Не центр, там, да, центр. Ну, то сегодня мы разберем чуть позже. Давайте сейчас не в этом блоке. Мы сегодня поставим вам это произношение этого звука R. Центр. Вакцина. Вексин. Акцент. Эксент. Понятно с этим? Плюсы поставьте. Кто понял? Еще плюс две-три тысячи слов, таких вы уже знаете. Следующий тип слов, где вы просто, их порядка, ну, такого же количества, где просто Г меняется на, ну, как бы, звук, похожий на Х, да, ну, то есть, как бы Х, но помягче. Так его назовем. В английском языке такого звука тоже нет, но как бы, ну, по-другому произносится. Давайте, давайте примеры. Алкоголь. Алкохол. Ну, просто само произношение вам сегодня Олег расскажет, да, как бы Х в русском языке мы произносим в одном положении языка, а в английском языке в другом. Тоже все не сможете это понять и попрактиковать. Гармония. Harmony. Госпиталь. Hospital. Ну, то есть, видите, да, что вот, особенно в американском английском часто О, ну, как бы, хоть оно и пишется О, да, как бы в английском языке О, но произносится как АУ, что ли, то есть, вот, hospital, то есть, не hospital, а hospital. То есть, к этому тоже вы привыкнете со временем. Ну, то есть, сложного здесь тоже ничего нету. Далее, есть также определенное количество слов, где ударение и произношение – это то, что отличает английское слово от английского, ну, от английского, американского. То есть, мы все эти слова знаем, и они просто звучат немного по-разному, и произношение немного другое, но интуитивно услышав, вы понимаете, о чем речь. Смотрите. Футбол. Футбол. Альбом. Элбом. Астероид. Эстероид. Авеню. Эвеню. Баланс. Баланс. Клип. Ну, так и будет клип. То есть, вот, как бы, такая история. Поставьте плюс, кто понял этот блок. Но, я к чему это рассказываю? Я просто хотел вам дать на примере, на практике понять, что вы и так уже сегодня очень способны, и уже знаете, вас уже вшито в голове, то есть, вы уже знаете сегодня огромное количество слов. Да, но, как бы, как мы видим на практике, и вы это сами, надеюсь, осознаете, что знание слов, это не значит, что вы говорите по-английски свободно. То есть, если вы уже знаете все 50 тысяч слов, да, минимум, да, кто-то уже 80 и больше тысяч слов, но вы не говорите, большинство из вас не может говорить, у кого-то там барьеры и прочее, прочее. То есть, это все мы сейчас с вами прошлись по фундаменту, мы прошлись, скажем, по некоторым аспектам. Это верхушка айсберга у нас в обучении, мы все это более детально разбираем, основательно, погружаясь во все эти детали. Но сейчас я просто хочу, чтобы вы поняли, что мы строим небоскреб. Мы сейчас закладываем с вами фундамент. Вот, кстати, вам яркий пример, как можно блистательно общаться на английском, зная всего лишь один секрет полиглотов, о котором я вам рассказал, с окончанием «ция сия». Смотрим. Да, друзья, к сожалению, чаще всего это так. Есть еще вот один секрет, которым пользуются полиглоты, это такая фишка, что 80% слов в английском языке употребляются в двух формах, то есть, как существительное и как глагол. Но понимая полное значение некоторых слов, вы можете просто выражать свою речь в гораздо большем количестве ситуаций. Давайте вот пройдем по примерам. Например, слово «help». Да, вот давайте к вам вопрос в студию, пишите в комментариях. Ну, «to help» как переводится. Все, надеюсь, знают. Пишите. «Помогать», «помочь». Да, все верно. Также это слово употребляется как существительное, просто «help». «I need help». «Мне нужна помощь». На самом деле это очень удобно, понимая это. Некоторые слова, конечно, посложнее, они в разном вообще контексте, в разных смыслах употребляются. Но, опять же, наблюдая за разговорным языком, вы очень быстро это поймете. Когда вы будете слушать правильные материалы, вы очень быстро поймете, когда вы видите картинку, видите ситуацию и, ну, несколько раз пробегаетесь. Мы вам сегодня дадим секреты, как можно вот эти все ситуации понять, самое главное. Быстро выучить. Это вы тоже узнаете. Есть технологии, которые позволяют гораздо быстрее запоминать фразы и слова, чем вот вы это делали раньше, зублежки. Ну, также слово «dream». Да, соответственно, что значит слово «dream», как вы считаете, как вы знаете. Да, Алексей, мечта, все правильно. Также мы можем сказать «to dream». Да, ну, я думаю, что вы догадаетесь, это все очень просто, мечтать. Вот здесь поинтересней. На самом деле, многие здесь не сразу въезжают в суть. «Milk». Ну, все вы тоже знаете это слово. Пишите, что значит. Молоко, конечно. А «to milk», как вы думаете, что это такое? Здесь все поинтересней. «Доить». Представляете, насколько американцы, англичане просто решили себе жизнь упростить, не выдумывая новые слова. То есть, понимаете значение? Этих слов тоже достаточно много. Вы просто можете в два раза больше сказать всего, да, там, выразить свою мысль в разных ситуациях. Причем есть там слова, мы также попозже вам их вышлим, которые вообще имеют разный смысл. Ну, хотя давайте пробежимся по нескольким словам, чтобы поняли суть. Слово «fire». Напишите, что это значит. «Огонь». «To fire». Возможно, «поджигать» используется также. Но, знаете ли вы, что «to fire» как глагол используется также в значении «увольнять». Помните знаменитую фразу Дональда Трампа в его шоу «Кандидат»? «You fired» и ты уволен. Круто, да? То есть, получается, что, зная одно слово, но несколько значений, сколько мы можем использовать в жизни? То есть, вместо того, чтобы запоминать два-четыре разных слова, вы запомните только одно слово с значениями. Ну, как запоминать, также есть технология, сейчас мы к ней подойдем. Такое слово «pupil» – ученик. Знаете это слово? Напишите плюсы, кто знает. Но, как бы мало кто знает, что также «pupil» означает слово «зрачок». То есть, я вам немного приоткрою сейчас методику ассоциации, одна из, так скажем, ускоренных техник, которая позволяет 80% людей лучше запоминать слова, фразы, правила и так далее, придумывая ассоциации. Мы сейчас об этом более подробно поговорим, но просто вот наши ученики придумали такую ассоциацию. Ученик говорит, что «я пью, пил, и зрачки у него упали при этом». Ну, то есть, настолько напился. То есть, таким образом, вот эта вот фраза, которая я вам сказал, она позволяет объединить в себе всю суть. Ученик «pupil» говорит, что «я пью, пил, и из-за этого у него упали зрачки». Запоминает эту фразу переводную. То есть, можете ей воспользоваться. Ассоциации, опять же, такая тема очень интересная. Она кому-то нравится, кому-то не нравится. Но, опять же, я всегда наблюдал, что эта тема работала. И сейчас многие пользуются и составляют себе ассоциации. Кому нравится вот тема ассоциаций, например, которую я сейчас привел, напишите также много плюсов, кто понимает, что так гораздо легче запоминать. Я вам сейчас расскажу просто, как устроен наш мозг, почему так происходит. Вы поймете. Итак, как же все-таки учить 50-100 слов и не забывать их, и учить эффективно? Давайте попробуем. Я дам вам сейчас небольшой кусок технологии. Мы его в секрете не держим, потому что он известен, в принципе, во всем мире и был известен в древности, применялся. Поэтому этого кусочка, даже технологии, которые мы применяем, будет вам достаточно для того, чтобы сегодня запомнить большое количество новых для вас слов. Итак, в чем же, собственно, секрет быстрого запоминания? Слова необходимо воспринимать в виде образов, в виде картинок. То есть, в виде того, что можно представить и отложить в памяти на уровне подсознания. Почему физика, химия, математика плохо запоминаются? Ее просто сложно представить в виде образов, в отличие от различных языков. Или там, допустим, слов, фраз, да? Я сегодня вам покажу пример. Если вы что-то прочитали бегло, вы быстро это забудете. Но если вы что-то увидели, например, в фильме, этот образ оседает в вашей памяти надолго. Это доказано. Так работает наша память. Вы вспоминаете через год то, что видели в фильме когда-либо. Там, или человек, или что-то похожее, или место из какого-то фильма. Понимаете, да? У кого вот так было уже, кто уже сталкивался с такой ситуацией, поставьте сейчас плюс. Еще пример. Вы не замечали, когда вы фокусируетесь на изучении определенного слова, вы начинаете чаще его слышать. Например, в музыке, в новостях, ток-шоу. Ну, просто вы начинаете учить какое-то слово, да? И обратите внимание, вы начнете его улавливать. Вам будет казаться, что вы чаще начинаете его слышать. Но на самом деле не так. Просто раньше ваш мозг игнорировал это слово, а сейчас, когда вы сфокусировались на нем, он уже отложил это слово в специальную ячейку, да, в вашей голове, которая уже относится к тем словам, которые он слышит. Просто наш мозг устроен так, что мы получаем очень много информации в течение дня. Визуальный, ну, вот, аудиальный. И если бы мы слышали, воспринимали в фокусе все, мы бы сошли с ума. Поэтому, ну, это правильно, так работает. Соответственно, вот когда вы начинаете делать акцент и на картинках, то слово или фраза впечатывается. Соответственно, когда вы тренируете этот навык, то вы не просто достаете легко картинку и сразу вспоминаете слово, которое относится к этой картинке, а вы легко воспроизводите. Вы сразу отвечаете. То есть, слово или фраза, она просто впечатывается в подсознание и уже дальше, по мере практики, вы легко используете. То есть, не нужно думать, вспоминать, а как будет так или так, что-то крутить, как сейчас у многих работает. Вы будете на автомате это слово произносить или эту фразу. Итак, давайте начнем запоминать слова. И вы посмотрите, собственно, как эта технология работает. Почему еще визуально запоминать лучше? Потому что задействуется большее количество нейронов. Вы запоминаете лучше и надолго. Так это работает. Ну, давайте начнем с хит-парада слов, ассоциации, которые наши студенты больше всего любят. Смотрите, первое слово. Брюс. Это синяк. Ну, чтобы его запомнить быстрее всего, вы просто представляете Брюса Уиллиса с синяком, с таким здоровым синячищем. Пытайтесь это представить и зафиксируйте в памяти эту картинку. Следующее слово. Thigh boots. Это ботфорты. Ну, это одна из любимых ассоциаций наших студентов. Представляете, что девушка красивая в ботфортах сидит на хоккейном матче и кричит шайбу, шайбу, но у нее нету переднего зуба, и она кричит thigh boots, thigh boots. Вы представляете такую нелепую ситуацию? И при этом очень ярко представляете, что она сидит именно в ботфортах. То есть, ключевое слово, которое надо вам запомнить, ботфорты. Я вам гарантирую, что завтра, когда кто-нибудь задаст вопрос или вы просто посмотрите, найдете это где-то слово в тексте или где-нибудь услышите, вы сразу же вспомните его перевод, потому что оно смешное, потому что оно необычное. И чем более нелепые ассоциации, чем более смешные ассоциации, чем более пошлые ассоциации, тем лучше для памяти, потому что именно яркие эмоции наш мозг запоминает лучше всего. Ну, давайте чуть-чуть пожестим. Значит, слово mood, настроение. Здесь вопрос к вам такой. Кто чаще всего портит настроение? Можете в чате написать, можете не писать, как хотите. И представляете себе эту ассоциацию. То есть, тоже запоминается созвучное слово. Легче, согласитесь, что легче запоминать. Напишите сейчас, реально легче слово, если вам действительно вот такого рода ассоциации проще. Это действительно так. Давайте еще немного жестия. Trip, поездка. Здесь запоминаем такой вопрос, философский, не требующий ответа, наверное, тоже. Что можно подцепить в поездке? Запомнили. Такой вопрос. Ну, то есть, на самом деле, то, что я вам сейчас говорю, это не моя фантазия, это творчество большого количества людей, да, что-то из этого придумываем. Мы, у нас есть большой банк ассоциаций, там порядка 10 тысяч слов, вот в таком роде, да, которые мы используем для наших студентов для обучения. Но многие студенты также участвуют в творчестве и придумывают в процессе учебы какие-то интересные ассоциации. Ну, кому-то, я говорю, на самом деле ассоциация, она может быть для каждого своя. И более того, даже если у вас сейчас не получается, в дальнейшем ваш мозг разгонится на этот творческий процесс, и вы уже сами сможете для себя придумывать ассоциации. Просто фантазия у всех разная, но она точно у всех есть. И каждый может это сделать. Это навык, который развивается. Далее, слово parallel. Ну, здесь все очень просто. Я думаю, что сразу ассоциация, ну, предопишите, какая ассоциация вам приходит. Слово переводится «лужа». Здесь прям даже, не знаю, даже самый нетворческий человек придумывает эту ассоциацию. Падал в лужу. Падал. Лужа. Падал в лужу. Все. Представили эту ситуацию. Представьте, может быть, даже лучше всего представьте, как вы это делали или как кто-то из ваших друзей. Вспомните того, кто падал в лужу, и сразу у вас это слово зафиксируется в вашей памяти. Понимаете, как это работает? Study. Да? Это учиться. Да, вы сейчас учитесь. И когда вы учитесь, вы переходите на новую стадию вашего развития. Да? Все вы это понимаете. Поэтому можно так запомнить, что когда учимся, переходим на новую стадию. Study – это учиться. Ну, такая вот интересная ассоциация. Straw. Это трубочка. Слышал такую ассоциацию интересную? Когда ешь через трубочку, будешь стройным. Ну, то есть, можно так это. Straw. Ешь через трубочку, будешь стройным. Представляете себе, да? Вот человека, который ест через трубочку, может быть, кто-то из вас так делает сейчас. Вместо того, чтобы сидеть на диете. Все запомнили. То есть, самое главное вам, ну, даже не количество ассоциаций, а понять принцип, как и ранее. Помните, я бы говорил, поймете принцип, будет все круто. Вы здесь должны понять принцип, как работает ваш мозг. Если вы знаете секрет, чит-код, да, то вы, по сути, хакер в английском языке. Вы взламываете эти сложности. Для вас это становится уже легко. И так в жизни, в принципе, все. Так можно запоминать огромное количество номеров, цифр. Я видел людей, которые, ну, настолько развили свою память, что вот просто вот в прямом эфире людям называют много-много цифр. Кто-то, может быть, даже слышал про методики Самвелла Горебяна. Он, по-моему, даже такие шоу и проводил. Ему прям, ну, по телевизору, да, в эфире накидывают цифры разные, цифры, 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 цифры. И он потом воспроизводит их в том порядке, как ему их говорили. Как он это делал? Он каждую цифру ассоциировал с каким-то событием в своей жизни или с какой-то ситуацией. Потом картинки он из памяти, из подсознания легко доставал. И получается, он мог в том и в ином порядке воспроизвести все то, что люди говорили в хаотичном порядке. Там сотни цифр, представляете? То есть, на самом деле, ваш мозг способен работать на больший процент, чем вы его сейчас используете. Просто тот, кто этот секрет поймет и будет практиковать, вы сможете таким образом и не один язык выучить. Огромное количество языков, цифр, вообще, в принципе, в жизни будете менее растерянными. Эта технология позволяет очень сильно развить ваш мозг. Окей, давайте еще несколько слов. Пейл. Ведро. Представляете себе фразу пейл речной из ведра. То есть, пейл из ведра. Вам кто-то говорит, например, вы хотите пить, вы говорите, слушайте, хочу пить, обратились там, нет ли у тебя водички. А тебе говорят, слушай, пейл из ведра. Да, там, собственно, и вы запоминаете слово, здесь важно именно основное слово привязать, ведро, да, что вам указывают на ведро. Вы запоминаете эту фразу. Пейл, да, ведро. Поехали дальше. Бридж. Мост. Мост. Представляете себе мост, через который все ходят в бриджах. Вот, ну, такой особенный мост, да, просто. Все ходят через него в бриджах. Вот только так. Больше нельзя. И там написано, только в бриджах можно ходить. Все, представили ассоциацию. Еще раз проговорили ее. Бридж. Мост. Через него все ходят только в бриджах. Окей, поехали дальше. Сенс. Чувство. Или to sense. Чувствовать. Ощущение. Ощущать. И так далее. Ассоциация. Сенсорный экран все чувствует. Ну, или какую-нибудь другую, да, там, с сенсорным экраном. Придумывать ассоциацию, которая у вас будет более визуально. Например, там, у вас у телефона сенсорный экран, да, и он чувствительный очень. Вы пальцем нажимаете, и он чувствует, когда вы нажимаете. Или, допустим, у кого iPhone, да, там есть технология, сильнее нажал, да, там, чувствует нажатие. Да, сенсорный экран. Sense. Еще раз произносим, и запомнили. Поехали дальше. Слово bound. Граница. Или глагол to bound. Связывать. Ограничивать. Можете представить себе такую ассоциацию. Джеймса Баунда связали за границей. Прямо так вот произносите эту фразу. Джеймса Баунда связали за границей. Чуть видоизменяете, да, чтобы у вас было, ну, чуть-чуть похоже на Джеймса Бонда. Но, тем не менее, вы запоминаете, что bound – это граница. Вы сразу представляете себе Джеймса Бонда в пиджаке, визуализацию, что вот он собирался там нарушить границу в Мексику, там, например, его связали, да, эти пограничники. И вот он такой связанный, сидит и там, или там, нервничает, напрягается. Представляете себе эту картинку. Boost. Толчок, импульс, стимул переводится. В словаре можете найти такие значения. Наши студенты придумали даже стихотворение на эту тему. Boost красивый у девицы, подтолкнул на ней жениться. Bush – это куст. Да, собственно, здесь мы представляем, что Джордж Буш накосячил и прячется в кустах. А вопрос к вам теперь. Напишите по десятибальной шкале, на сколько у вас получилось из десяти. Ну, предположим, там, половину у вас слов получилось запомнить, тогда пять ставьте. Или там, все получилось запомнить, тогда десять. Ну, или ничего, тогда ставьте ноль. Потому что даже если у вас получилось хоть что-то, это уже хорошо, потому что мы с вами отрабатываем новые слова всего лишь пять-семь минут. Здесь есть такая аналогия, как с тренажерным залом. Если вы хотите накачаться или быть стройнее, например, есть два пути. Можно систематично по чуть-чуть заниматься, например, по полчаса, по часу в тренажерном зале, там, либо каждый день, если нужны быстрые результаты, либо несколько раз в неделю. И через месяц вы уже увидите какой-то сдвиг. Либо вы приходите в зал и говорите, дайте-ка мне самую тяжелую штангу, я сейчас накачаюсь. И вы просто надорветесь. В английском то же самое, да и вообще, в принципе, в любом деле. Важны короткие регулярные действия. И у нас есть технология, по которой наши студенты занимаются. Когда определенное количество повторений необходимо делать через определенные интервалы ассоциаций и фраз позволяют просто за несколько дней отложить на уровне даже подсознания новые фразы, ассоциации, ну, особо не зазубривая. То есть не тратя на это много времени. Пять-десять минут в день пробегаетесь, и все. И в дальнейшем у вас надолго остаются эти фразы. Не то, что вы зазубрили, а они выветрились. Понимаете, как это работает? Так, смотрю ваши ответы. Семь, десять, девять, восемь, четыре, семь, пять, восемь, ноль. У кого-то не получилось ничего страшного. Вы только начинаете, поэтому это ничего страшного абсолютно. Угу, восемь. Ну, я смотрю, у большинства все-таки хоть что-то получилось. Это очень круто, действительно очень круто. Друзья, вы теперь понимаете, что это возможно? Это первое, да? Во-вторых, я хотел бы объяснить, что среди нас есть просто люди с разным уровнем развития визуализации. Это все развивается. И то, что я вам сейчас показал, мы уделили очень мало времени. Мы даже не по правилам делали, потому что мы повторяли очень мало. То есть всего лишь один или несколько раз это очень бегло. Переходили к словам дальше. И, собственно, ассоциации на самом деле... Ну, я вам только один вариант привел. И у вас не так много времени сейчас было, чтобы именно продумать свою ассоциацию, которую вы запомните, да, которая вам ближе, там, будь у вас там айфон, или там вы запоминаете сенсорный, или там еще что-то. То есть вам нужно просто это отшлифовывать, да, тренировать. Но мы видим что? Мы видим, что больше половины слов вы запомнили. То есть всего лишь полчаса, час в день вы можете учить 50 слов в день. И это 50, умножаем на 30, полторы тысячи слов в месяц, друзья. Как вам такие результаты? И вы можете говорить свободно за границей, ну, на обычные там темы, не углубляясь куда-то, да. То есть 1500 слов всего лишь за месяц. 3000 за два месяца. И так далее, если вы работаете по правильным технологиям. Супер? Отлично! Читаю ваши комментарии. А что делать, если у меня математический склад ума, и мне сложно работать с ассоциациями? Да, как я и говорил, есть разные типы восприятия у людей. Кто-то хорошо может придумать ассоциации, кто-то хуже. Но, во-первых, как я говорил, этот навык развивается. Мы решили этот вопрос через тренажеры. То есть, когда мы стали разрабатывать тренажеры, я вам сегодня чуть позже их покажу, в которых уже слова вплетены во фразы, и работая с тренажером, повторяя до тех пор, пока у вас не получилось опередить диктора, там есть специальное задание, нужно переводить фразу, опередить диктора, да, там, когда вы уже до автоматизма доводите эти фразы с грамматическими конструкциями. То есть, вот таким образом, работая с тренажерами, да, как в спортивном зале, это помогает. То есть, вот как мы заметили, у тех людей, у кого с ассоциациями плохо, это помогает. Как это можно еще сделать, я, честно, не готов вам ответить, потому что не встречал в интернете. Просто как еще, ну, то есть, просто повторять, просто повторять там слова, например, это не работает. Потому что, когда нужно будет вплести их в речь, вы запнетесь, да, и чаще зазубривание никогда не приводит к результату. То есть, мы вот пока для себя разработали такую систему через тренажеры разговорные. Ну, как вы это будете решать, там, не с нами, я пока не могу ответить на этот вопрос, не встречал просто решения. С нами легко решить этот вопрос, уже вот много людей, которые с ассоциациями не в ладах. Они пользуются либо нашим банком ассоциаций, сейчас расскажу об этом, либо вот, собственно, через тренажер. Такое мнение сейчас есть в чате, что необходимо слова в контексте фраз разбирать, да, не как сейчас мы учили их с ассоциациями. Да, конечно, просто я вам показал только кусочек технологии, который позволяет вам запоминать либо слова, либо фразы конкретно, да, через ассоциации. Чтобы вы поняли, просто раскачали немного свой мозг, поняли, как эта система работает. Но, конечно же, система обучения английскому, она не может состоять из одной детали, как и автомобиль не может ехать просто с двигателем без колес. Да, то есть, вам необходимо уметь запоминать много фраз и слов, и вам необходима практика. То есть, мы это как раз вот объединяя методики, ускоренные, например, как метод ассоциации, плюс тренажеры, которые мы постоянно разрабатываем для бизнеса, для путешествий, для обычного повседневного общения. Совмещая это, студенты делают большие результаты. Рассказываю это вам для того, чтобы вы понимали, как это эффективно делать. Как вы будете это делать сами, это вам решать. Возможно, вы найдете какое-то решение для себя, или у вас оно уже есть с вашим учителем, не знаю, да, друзья. Здесь вы сами решаете, вам виднее. Такой вопрос, сколько нужно выучить слов, чтобы свободно общаться. Смотрите, ну, взрослый носитель владеет примерно от 10 тысяч слов до 25 тысяч слов. То есть, 500 основных слов позволит вам понимать больше 60% текстов. Такая статистика. Тысяча основных слов позволит вам понимать более 80% текстов в разговоре и так далее. 8 тысяч слов – это уже 95% речи и текстов. Мы с вами уже посчитали, что если вы будете идти теми технологиями и нормальными темпами, то можете за месяц уже полторы-две тысячи слов, три тысячи слов знать. Не то, что выучить их и забыть, а именно знать в дальнейшем. Да, 800 тысяч слов достаточно, чтобы за границей чувствовать себя нормально. То есть, вы за месяц можете уже интенсивно, если вам нужно куда-то уезжать, а такие люди есть. Напишите, кстати, в чате, да, если вам срочно нужно английский, напишите слово «срочно». Да, то есть, вы уже сможете за месяц подготовиться, если начнете делать это быстро. 2-3 тысячи слов достаточно, чтобы нормально общаться без специальных углублений. Да, например, вы уже просто можете нормально себя чувствовать с границей. 5-6 тысяч – это свободный разговор. У нас свободный разговор за границей. 10 тысяч слов – это уже хороший преподаватель, который может читать все в оригинале, но уже приближенный к носителям. Поэтому считайте для себя, сколько вам времени каждому нужно, с каким вы темпом будете двигаться. У каждого из вас темп разный. Напишите вот сейчас в чате, после того, что я вам сказал, сколько слов в день для вас нормально, да, сколько вы верите в себя, что вы можете учить, сколько вы собираетесь учить в день. Напишите в чате. Многие не пользуются этой технологией, потому что считают, что сложно придумать ассоциацию. Мы уже придумали для наших студентов более 7 тысяч ассоциаций с визуализациями, которые наши студенты щелкают, как орехи, поэтому и учат язык быстро. Эти фразы, слова очень быстро усваиваются. Ну, плюс есть специальные технологии, которые обучают этому навыку создания визуальных ассоциаций в английском. То есть, это все мы разбираем в нашем курсе. Мы сейчас не будем в это погружаться, так как времени действительно не так много. И касаться сегодня этого не будем. Главное, мы вас познакомили с основной системой, и вы поняли, как это работает и что это работает. Этот навык тренируется. Такого нет, что мне не дано, да, у меня не работает там какая-то визуализация, фантазия или еще что-нибудь. Это развивается. Просто нужно знать, как это делать. Вот, кстати, я хотел показать отзыв, как наши студенты учат английский по этому методу, что они сами говорят об этом. Вчера у меня был разговор с моим текущим менеджером. Это был первый разговор на английском. О моей следующей работе и моем следующем проекте на английском. Это круто, это результат, которым я горжусь. Окей, поехали дальше. Итак, как же применять грамматику в разговоре? Друзья, чтобы заговорить на английском, нужно говорить на английском, как в спорте. Недостаточно выучить теорию, как качать мышцы. Чтобы их накачать, нужно пойти и заниматься в спортзале. Вы с этим согласны? Поставьте плюсы. Поставьте плюсы, кто согласен. И нет лучшего инструмента улучшения навыка, чем повторения. Но повторение не зазубривание, друзья, а правильные тренировки паттернов, ну, то есть речевых моделей в грамматике, как употребляются фразы в тех или иных временах. Именно когда вы их тренируете, тогда вы развиваете наиболее быстро грамматику и на автомате уже можете говорить. Ну, обычно как у нас происходит? Вот когда мы хотим сказать какую-то фразу, сначала мы думаем. Вот представьте себя, вы за границей, перед вами носитель или человек подошел к вам, задал вопрос, вы хотите ответить. Вы думаете, в каком времени сначала сказать. Потом мы думаем, какие слова применить. Мы начинаем подгружать слова, второй шаг. Потом третий шаг мы тупим, ну, или зависаем, или что-то вспоминаем, или что-то забыли. Четвертое мы пытаемся выдать фразу. Собственно, вот все эти пункты, они занимают много времени, с первого по четвертый. И вот напишите, собственно, ту цифру, которая соответствует вам. У кого вот так бывало и как бывало. Кто тупит в разговоре, напишите три. Кто, соответственно, думает или подгружает слова, там, один или два. Напишите, как у вас. Но нас здесь интересует короткий путь, чтобы довести построение фразы до автоматизма. Необходимо пополнять свой словарный запас разговорной лексикой, естественно. Ну, поэтому мы ее и как фундамент выделили в начале. И много раз тренировать разные речевые конструкции, то есть паттерны, пока вы их не запомните. Их очень много. И когда вы запомните где-то около ста, вы сможете сказать, в принципе, все, что угодно, все, что вам нужно. Ну, вот в бытовом английском таком, да, в обычном. Если вы будете просто учить правила по табличкам, вы их в скором времени забудете. Для того, чтобы не забыть, для того, чтобы правила, конструкция, речевая модель впечаталась к вам в мозг, необходимо практиковать. Именно повторять много раз в различных версиях, в различных временах. И тогда вы начнете понимать эту фразу, понимать, как складываются слова, как складываются предложения в том или ином времени и так далее. Давайте я сейчас буду включать вам наши разные разговорные тренажеры на разные тематики, на разные задачи, разных уровней. Соответственно, если кому-то вдруг легко, ну, просто потерпите, так как у нас сегодня много новичков, да, моя задача сейчас продемонстрировать, как это делать эффективно. Дальше вы уже пойдете своей дорогой и будете изучать те материалы согласно вашему уровню. Если вам вдруг будет сложно, то не переживайте, у вас в скором времени все получится. Я еще не встречал тех, у кого не получалось. Смотрите, разговорные тренажеры реализованы в формате игры. Сначала вы видите фразу на русском языке. Ваша задача постараться ее сказать на английском. Да, если вы совсем-совсем новичок, вообще никогда по-английски не говорили, ничего страшного. Вы к разговорным тренажерам подойдете немного позже, но они вам очень скоро пригодятся. Если вы, ну, хотя бы уже как-то более-менее по-английски общаетесь, можете сказать, там, я тот-то или меня зовут так-то, то я думаю, вы с этим справитесь. Старайтесь произносить фразу на английском и далее через несколько секунд вы слышите голос диктора на английском языке. Правильную версию. Если вы вдруг где-то ошиблись, исправляйте себя, фиксируйте, где вы ошиблись. Соответственно, тренажер считается пройденным, как и уровень в игре, когда вы без ошибок несколько раз по кругу зацикленно произносите верно все фразы. В тренажерах все реализовано для всех уровней, на разные тематики, путешествия, специализации, бизнес, переговоры, медицина и так далее. Одежда, аэропорты, самолеты. Все для того, чтобы вы могли общаться во всех этих ситуациях. Скорость тренажера в дальнейшем вы сможете регулировать. Те, кто пойдет с нами дальше, мы покажем, как это делать. Ну что, поехали? Поставьте плюсы, если вы готовы, и мы приступаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ¿Who are they? Who are you? Are you a singer? You are not a singer. You are a businessman. You are a businessman. Это кусок из тренажера, где разбираются он, она, они, вопросительные предложения, утвердительные, отрицательные, с глаголом to be. Напишите сейчас по десятибальной шкале, насколько у вас получилось хоть что-то, насколько у вас получилось перевести, и вы угадали. Ну, то есть правильно ответили, как и диктор. Напишите сейчас в чате. Семь из десяти. Пять из десяти. Девять из десяти. Ошиблась с артиклями. Это нормально, для этого и нужны тренажеры, чтобы потом не ошибаться. Ноль из десяти. Друзья, да, кто совсем новички, не переживайте. Самое главное здесь, знаете, в английском языке, это не испугать себя, да, не испугаться, что как все сложно. То, что я вам сейчас показываю, это просто шажок, да, который вам необходимо будет сделать для того, чтобы запомнить. Потому что самый лучший способ, когда, вот смотрите, есть ситуация, да, и она обыгрывается до автоматизма. Просто сейчас мы с вами, ну, кусочки разбираем, потому как время ограничено. Но у вас, когда есть полное время для того, чтобы заниматься, вы берете этот тренажер и с ним занимаетесь прям неделю. Или там несколько дней, сколько нужно, да. То есть он работает таким образом, что там большое количество фраз, порядка 30-40, и они повторяются. Вы можете повторять их 20 минут, 30 минут, час. Представляете, какая будет эффективность, когда вы уже поняли свои ошибки, исправили, повторяете их на следующий день. И то есть нет смысла, мы не допускаем переход к следующему тренажеру, пока студенты не отработают его до идеала, не сдадут отчет, да, что все отлично, у меня получилось. Но когда вы поняли, у вас эти фразы отрицания, вопросы, утверждения будут выскакивать. То есть видите, здесь в словах, например, я знаю ее, да, I know her, но he knows me, да, используется s. Еще вот у нас студенты методом ассоциации придумали такую тему, что он, она любят s, Mercedes s-класс, она может так запомнить. Метод ассоциации можете применять на самом деле и в грамматике, абсолютно везде он работает, потому что визуализация всегда представляет, что он, она едут в s-классе, в Mercedes, да, и таким образом всегда будете вспоминать этот Mercedes, когда вам необходимо будет сказать про него или про нее. Напишите плюсы, если так действительно вам проще. Потом еще заметили, вначале, внизу под переводом написано, он есть доктор. Почему так сделано, как вы думаете? Или она не есть врач. Просто мы по студентам заметили, что многим реально легче понимать конструкцию речи, ведь носители на самом деле мыслят немного по-другому. То есть они не мыслят просто, я врач. У них в подсознании нормально уже заложено, что я есть врач. То есть они это как бы, ну мы не говорим так, потому что это не суразится, да, как так там, я есть врач или я есть делающий. Но зато так гораздо проще, нежели, допустим, помните, учительница в школе вам говорила, вот вам куча правил, куча табличек, запоминайте. Если я делаю прямо сейчас, вот в данный момент, то вот это надо зазубрить. А тут вы просто запоминаете, я есть делающий. Это нормально для носителя, он так мыслит. Я есть делающий. I am doing. Я есть делающий. Вместо того, чтобы мы сразу переводим я делаю. Конечно же, ну нормальные люди, мы переводим я делаю сейчас, когда уже это на автоматизме. Но когда вы только начинаете учить язык, лучше дословно понимать. Ну и при дословном переводе вы точно не забудете поставить артикль, потому что многие новички, к сожалению, забывают иногда это делать. То есть я есть. I am. Там он есть. He is. Она есть. She is. They are. Употребляете речевые модели, вы впечатываете в память, какой артикль какому слову поставить. В целом я смотрю, результаты есть. То есть я смотрю, что у многих получается. Это хорошо, на самом деле дальше вот таким образом вы двигаетесь вперед, вперед, выше по ступеньке, выше, выше, выше до вашего идеального английского, до тех тем, которые вам нужны, до быстрого автоматического разговора уже на любые темы. Таким образом тренажеры позволяют вам просто довести вашу речь до автоматизма в кратчайшие сроки. Это исследовано, это работает, это точно проверено. Ну что, еще потренируемся? Давайте тогда плюсы поставьте, и я включаю вам еще тренажеры. Я тебе. Я даю тебе. Ты даю мне. Я даю ей Она дает мне книжку Я даю ему Он дает ей книжку Вы даете их Они дают мне Мы даем их книжку Вы даете нам Они дают тебе книжку Он дает тебе Мы даем ей книжку Я даю тебе Вы даете мне Я даю ей Она дает мне книжку Я даю ему Он дает ей книжку Вы даете их Они дают мне Мы даем их книжку Я даю английский Я даю английский Мы даем английский Мы даем английский Она дает английский Я даю русский Я даю английский Я даю английский Она дает английский Я даю английский Мы даем английский he doesn't speak good German we don't speak German at all I watch TV every day but now I'm not watching TV he starts his work at 8 but now he is not working my sister speaks on the phone every evening but now she is reading a book his wife usually drinks tea but now she is drinking coffee well that's what, friends, получается? напишите в чате по 10-бальной шкале насколько вы справляетесь мы сейчас с вами рассмотрели и примитивные конструкции и чуть-чуть посложнее сложные предложения где используются разные времена но вы заметили, что сходство есть несмотря на то, что меняются смыслы, фразы участники данных предложений то мы говорим о ней, то о нем то о его жене, то и так далее но суть и какое время употребить становится понятным уже там, например, после второго третьего прокручивания данной речевой конструкции но с разными участниками так это и работает подменяя слова подменяя там он, она мы просто запоминаем какой артикль используется с тем или иным словом и тем или иным участником данного события задавая вопросы получая на них сразу ответы отрицания, утвердительные предложения мы запоминаем грамматику на автомате то есть мы пополняем словарный запас одновременно изучая грамматику работая с тренажерами таким образом, когда в вашем словарном запасе становится больше фраз и вы уже запомнили те или иные паттерны речевой конструкции то вам не составит труда подставить любое слово уже в эти грамматические конструкции когда вам зададут вопрос носителя или где-то за границей вам нужно будет будет что-то сказать вы не будете долго думать какое слово склеить с каким словом в каком времени какой артикль сказать как там Мария Иванна в школе учила зазубрить табличку блин все из головы вываливается вы автоматически сразу будете говорить потому что эти тренажеры они позволяют до автоматизма впечатать просто в память в подсознание эти паттерны ну я надеюсь что у вас получилось вижу в чате что пишите восьмерки девятки десятки семерки у кого-то конечно еще не очень получается и это тоже нормально ребята все с чего-то начинали да я вам сейчас показал разные уровни и мы бегло их разобрали когда вы пойдете изучать английский по тренажерам вы будете делать это с того уровня который вам необходим и будете аккуратно по чуть-чуть подниматься выше выше и у вас обязательно все получится Мила спрашивает а есть ли объяснение правил перед тем как заниматься на тренажерах да мило конечно то есть перед каждым тренажером есть отдельный блок с информацией и с удобными упрощенными табличками для легкого понимания где объясняется правило когда используется ну даже причем с методом ассоциаций в некоторых местах где это уместно как вот я вам рассказал про Mercedes S-класс да чтобы вы легко могли запомнить в каком месте употребляется окончание S в каком не употребляется и так далее да то есть касаемо всех правил конечно перед каждым тренажером есть полное описание правила объяснение этого правила и дальше уже на тренажере вы практикуете вот вам как пример у Марина раньше вообще не получалось успевать за диктором не получалось переводить эти фразы с нулевого уровня и смотрите что сейчас уже получается это She knows me. I know them. They know me. I know it. I know him. He knows me. He said that he would buy the tickets himself. He said that he would buy the tickets himself. I will do this work tomorrow. I will do this work tomorrow. I will come. I will come. He said that he would come. He said that he would come. I know this man. I know this man. He doesn't know me. He doesn't know me. I know this woman. I know this lady. She doesn't know me. She doesn't know me. I have never seen her. I have never seen her. All right. Mary called me yesterday. Mary called me yesterday. I didn't call her yesterday. I didn't call her yesterday. Brian called me on Friday. Brian called me on Friday. I didn't call him on Friday. I didn't call him. I didn't call him on Friday. Eli T., наш преподаватель, который родом из Нью-Йорка, специально для наших студентов записывает вот такие вот фразы, ситуации, где рассказывает, как может отличаться речь в тех или иных городах. Кстати, хочу, чтобы вы это тоже увидели. Вдруг поедете в Нью-Йорк, будете немного продвинутее, чем все остальные. То есть, жители Нью-Йорка будут воспринимать вас как своих. Кому нравится эта идея, поставьте плюсы, и я вам сейчас поставлю ролик. Кстати, Eli T. работает на радио Capital FM в Москве. В течение дня вы можете услышать его в роли VJ. Он ставит пластинки, общается с аудиторией, общается с теми, кто звонит на радио. Поэтому я рекомендую чаще слушать именно разговорную речь. Именно благодаря этому наши студенты как раз продвигаются быстрее в английском языке. Поэтому давайте делать то же самое. Слушаем. 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 которые свойственны жителям Нью-Йорка. Также, как и обещал, хочу поставить вам произношение. Передам слово своему коллеге Олегу Иванилову. Он сейчас поможет вам разобраться со сложными звуками в английском. И, как и обещал, вы с ними окончательно разберетесь и поставите себе произношение. Дальше вам предстоит только тренировать, оттачивать эти навыки. Поставьте сейчас много плюсов. Поставьте огромное количество плюсов, кто хочет разобраться с этими «зе» и прочими. То, что мы с вами обсуждали. Сейчас мы решим эту трудность. Олег? Да, я очень надеюсь, что мой маленький мини-курс такой, вот пятиминутный, может быть даже, он произведет неизгладимое впечатление на ваш последующий опыт. И такое впечатление, что вот как бы впечатается в мозги, я имею в виду. И мы попробуем это сделать. Просто в английском языке, запомните, можете даже записать себе, в английском языке нет ни одного русского звука. Это первое. Второе. Мы привыкли все смягчать. Допустим, там лисен и так далее, там говорить там ле. Никогда этого не будет. То есть ле, ле, это всегда твердый звук. Он никогда не смягчается в английском, как и все остальные. Никакого смягчения нет. Вместо смягчения у нас иллюзия смягчения. Что происходит во рту? Язык растянут, средняя стенка растянута языка. Смотрите, как мое произношение меняется на русском языке уже, да? То есть, вот сейчас прочитаю. Смешно, что-то знакомое из детства. Это Корней Чайковский. Перевод какого-то английского стихотворения. Он же был переводчиком тогда. Ну, и возвращаясь к фонетике. Когда мы язык растягиваем в стороны, все звуки, русские звуки, становятся в англоязычный режим. Это первое. Далее. Есть такая исходная постановка английской речи. То есть, исходное состояние. Когда люди не говорят, у них все свободно. Как бы язык не растянут в сторону. Ну, судя по мимическим морщинам, которые появляются справа и слева от арта у иностранцев. А так, именно так. Иностранцев узнают здесь. Ну, подсознательно узнают, просто не знают. Ну, почему я подумал, что это иностранцы. А, действительно так. Да, что-то у них есть особенное. Даже если он в черных очках. Но произношение нужно ставить не через лицо к органам артикуляции, а чтобы на лице отражалась правильная постановка артикуляции. То есть, правильная постановка положения органов, которые, в общем-то, делают что-то с вашим голосом, шумом, создают определенные преграды. Например, возьмем такое, как звук, без которого просто английский язык не английский язык, скажем так. Это звук «р». Ну, букву «р», вы, может быть, знаете, да? Чтобы этот звук правильно у вас звучал, именно по-британски, по-американски, по-астралийски, по-канадски, как угодно, но нативно, попытайтесь сделать следующее. Представьте себе парусную яхту. Один парус, который заполняется ветром. И ветер с помощью этого паруса создает такую силу, которая нестет все судно по волнам, да? Как бы «down the stream». И «pushed by the wind, that sail is going to run». То есть этот парус, он будет уже бежать по волнам. И теперь сделаем этот парус во рту. То есть язык, представьте себе, что он должен обязательно быть вертикальным. И просто возьмите, наберите в легкие побольше воздуха и выдохните весь воздух из легких постепенно. Смотрите, как это звучит. Это немножко будет звучать забавно, может быть, для вас. Но «r», когда мы произносим у нас, язык виблирует спереди где-то, да? А здесь язык должен стоять вертикально, как парус, надуваемый воздухом, голосом из подталкиваемой диафрагмы вашей, да? То есть и получается, смотрите, что... То есть вот такой вот звук, он должен быть именно таким. Если вы говорите, допустим, «I speak Russian, I am from Russia», это одно, да? Но если вы скажете «yes, I do speak Russian, I'm from Russia», тогда всё это будет звучать уже менее похоже на наших носителей языка. То есть каждому языку свойственна своя постановка речи. Очень часто люди говорят что-то подобное «this is» и так далее. Это очень режет слух иностранцам. Это как у нас вместо солнца сказать «зонца» и так далее. То есть неправильно. Надо даже не вместо солнца, а вместо, допустим, слова «тон» сказать слово «зон». А зачем? То есть смотрите, что происходит. Итак, межзубный звук, который образначает «th», вот эти вот «th», этот межзубный звук строится очень просто. Сначала начните с того, что вместо слова «thank you», вместо слова «thank you», знаете, что такое «thank»? Это вторая форма глагола «потопить». То есть «потопил тебя», «thank you». Вот сказали, вот «потопил собеседника». Ну, он понимает, он с пониманием относится, конечно, но вы не будете желанным совещедником для него, если будете так постоянно говорить. «Потопил тебя», «потопил тебя». Надо говорить именно «thank you», «thank you», «thank you», «thank you». И сначала «t» вместо этого «s» мы говорим, а потом постепенно пропускаем стройку воздуха между языком и верхними зубами. Кончики языка и верхние зубы. И получается уже не совсем наше русское «t», а с помощью этого звука мы переходим на английский. То есть «thank you», «thank you», «thank you». Даже он почти не звучит. Чуть-чуть аккуратно произносите эти межзубные звуки. Также вот слово, допустим, «des», 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 чтобы его правильно произнести, «des», «des». Ну, то есть не было, чтобы этих крайностей между русским «this», там «this» – завод имени Сталина какой-то там, или «this» – «this is me», «I am from India» и так далее. То есть, понимаете, чтобы не было этих крайностей, нужно, чтобы звук звучал аутентично. Не как в Индии, не как в России, а именно как в англоязычных странах. И получается у нас так. И мы говорим, даже если вы скажете просто «d», не взрывное английское «d», а именно «d». «This», «this». «This is…» «This I understand», «This is fire to me». «This is fire to me». То есть «d» – не взрывное обязательно, а такое вот мягенькое такое вот «d» русскоязычное произнесите, но с расширенным языком, естественно, это будет уже не «d», а «d». Оно будет уже такое вот чуть-чуть слегка пронзительное. Ну, а по всем не расскажешь, интонация еще имеет значение. Легче будет вам говорить, если вы спускаетесь вниз по ступеням таким каким-то, да? То есть мы говорим, допустим, «I'm afraid I won't be able to go, because I'm coming down with that cold». То есть или «this is what I was supposed to say». Это то, что я собирался сказать. Что мне предполагалось сказать. Вот. В общем-то, что получается. Когда интонация вопросительная, представьте себе, что лыжник разгоняется на трамплине, чтобы взмыть в конце вверх. То есть получается «are you sure it's going to be interesting to the audience?» Видите, как я «are you sure it's going to be interesting to the audience?» «are you sure it's going to be interesting to the audience?» И у вас получается в конце вот это взмывание вверх. И таким образом вы уже будете лучше звучать, то есть интонационно. То есть интонировать верно – это очень важно. наблюдайте, что они делают. Наблюдайте за высотой звука, наблюдайте за его красотой, за его мелодичностью и ритмичностью, что самое важное. Шлифуйте все до экспертности, даже самые маленькие фразы. У вас все получится. Очень круто, Олег. Спасибо тебе большое. Вот, друзья, поставьте… Можно? Поставьте большое количество плюсов, насколько вы благодарны за эти фишки, которые Олег вам всего лишь дал за какие-то 10 минут. На самом деле, те, кто пойдет сегодня с нами дальше, у вас будет масса возможностей потренироваться, масса возможностей поэкспериментировать с произношением на тренажерах, которые мы вам предоставим. Поэтому все это у вас получится поставить очень быстро. Ну а тот, кто пойдет, выберет для себя долгий путь, так скажем, идти к результату годами, а не месяцами. Ну вот, пользуйтесь всеми советами, которые мы вам сейчас здесь озвучили. А у меня, наверное, все. И на этом я закончу. It's been Oleg with you. И передаю микрофон уже нашему ведущему и автору проекта Сергею. Итак, друзья, кому сегодня понравилось мероприятие, кто вынес для себя что-то новое, кто переосознал, как нужно учить английский, поставьте сейчас восклицательные знаки. Если вам не нужны быстрые результаты, если скорость на курсах с репетитором вас сейчас устраивает, вам не нужно то, что мы сегодня вам дали. То есть это как бы только для тех, кому реально нужны быстрые результаты, кто хочет заговорить свободно, научиться понимать носителей, общаться с носителями свободно, понимать фильмы, читать книги, решить срочные вопросы по карьере для того, чтобы устроиться на более высокооплачиваемую работу или вопросы по бизнесу и так далее. Это только для тех людей, кому все это нужно. Ваши восклицательные знаки подошли, огромное количество восклицательных знаков. Понял, отлично, круто. Дэвид спрашивает, а как мое произношение будут проверять? Я правильно понимаю, вы имеете в виду наши курсы? Смотрите, у нас есть VIP-тариф, который имеет более индивидуализированный подход к студенту, и там есть специальный чат в мессенджере с преподавателем. Ну, кто пользовался мессенджерами, напишите в чате WhatsApp или Telegram, ну, знаете, наверное, очень сильно сейчас все это распространено. В чем удобство? В том, что вы нажимаете кнопочку в этом приложении, записываете свой голос, и преподаватель дает вам комментарий по вашему произношению. Ну, вот это у нас конкретно в VIP-тарифе такой сервис есть. То есть, вы сможете заниматься под тренажером, вы сможете слушать диктора, повторять за ним, выполнять задания, слушать, ну, как это делать правильно, и в отчетные периоды записывать свои результаты и отправлять их преподавателю. Преподаватель их комментирует и дает вам развернутый ответ, где подправить, где хорошо, где не очень и так далее. Таким образом, вы имеете регулярную обратную связь в период вашего обучения. Друзья, мы сегодня с вами потренировались, мы дали вам верхушку айсберга от нашей системы, но она еще не полная. То есть, мы не рассказали вам о том, что конкретно доводит людей до быстрых результатов. Хотите узнать? Поставьте восьмерочки в чат сейчас. Это самая классная фишка, после внедрения которой мы поняли, что результаты во много раз круче, чем были до этого. Восьмерочки поставьте, кому интересно. Да, вижу, пошли восьмерки. Окей. У кого было так, что вы покупаете абонемент в фитнес-клуб, где самые крутые тренажеры, где есть все, что вам необходимо, где есть сауна, хамам, тренера, где есть беговые дорожки от лучших производителей, где есть спортивный кинотеатр, где вы можете бежать по дорожке, крутить велосипед и смотреть кино, и все, что угодно. Самые-самые крутые навороты. Но через какое-то время вы перестаете регулярно ходить. Давайте приведем такую аналогию со спортом. У кого такое бывало? Или сейчас так, или было, или, не знаю, у друзей, у знакомых и так далее. Напишите в чате. Почему я об этом говорю? Да потому что в обучении все так же. Если ты даешь человеку самые лучшие решения, самые лучшие тренажеры, ну, то, что мы сегодня вам показали, это, ну, на самом деле, одно из лучших на рынке, то, что доводит людей до результата. Но, к сожалению, дела, работа, лень банальная, да, или еще какие-то причины у кого-то, там, свадьба, у кого-то еще что-нибудь, мешают двигаться регулярно и быстро, да. Люди сначала загораются. Да, я буду учить английский, да, я буду тренироваться, но потом по какой-то причине они скатываются на медленную скорость. Так всегда в институте, так всегда в школах, так всегда в спорте. Часто в образовании не хватает мотивации. Скажите мне, пожалуйста, если бы вам сказали, что, предположим, если вы будете выполнять все задания по английскому языку, да, если вы будете писать вовремя отчеты, если вы будете ходить на встречи с преподавателями, которые мы проводим, да, где мы ставим произношения, где преподаватель дает вам обратную связь, где дает вам новые песни, где вы оттачиваете какие-то грамматические конструкции, новые паттерны, ну, задаете вопросы, которые у вас возникают по обучению. Если вы ходите, не пропускаете их, то в конце вы номинируетесь как финалист, который не нарушал правила проекта, который выполнял все задания, который дошел до конца, номинируетесь на призовой фонд. Да, то есть мы устанавливаем призовой фонд, который, предположим, состоит из денежных призов и ценных призов от наших партнеров, спонсоров и нашего проекта, соответственно, да, то есть человек имеет возможность выбрать, выиграть, например, денежный приз или бесплатное обучение для своих друзей и родственников или для себя в дальнейшем, последующее обучение, или еще какие-то ценные призы. Стали бы вы серьезнее относиться к обучению? Напишите сейчас в чате. Ну, честно, напишите. Если бы был призовой фонд, если вы реально понимаете, что вы можете учить английский и при этом за это вам еще будут платить, встречали ли вы вообще когда-нибудь школу английского, которая вам платит за то, что вы делаете хорошие результаты? Мотивирует вас этим? Нет, ни разу не видел, не встречал. Мы тоже раньше не встречали. Так вот, мы сделали это. Мы поняли, что система мотивации, она так же важна, как и крутой продукт. Она так же важна, как и самые современные методики. Можно иметь все самое лучшее, самые лучшие тренажеры, но, тем не менее, не добиться результата. Когда мы внедрили призовой фонд, то обучение английским стало превращаться в игру. Это стало более весело, более интересно. Появились люди, которые начали выигрывать денежные призы. 30 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, 15-20 тысяч рублей за хорошие результаты, за то, что они идут до конца, за то, что они делают. Появились люди, которые начали выигрывать бесплатное обучение. Появились люди, которые начали выигрывать билеты в англоговорящие страны, например, на Мальту, в Лондон, в Нью-Йорк, на самолет оплачены наши компании. И процент доходимости людей до конца, до финала, до результата сильно вырос. Что это нам дает? Почему мы это делаем? Кто-то вообще в это не верит на самом деле. Я думаю, что и среди вас такие тоже люди есть. Но ничего, мы вышли вам потом эти скриншоты и отзывы людей, которые уже получали призы. Почему мы это делаем? Да потому что ваши результаты это развитие нашей школы. Как я уже говорил ранее. Чем больше людей доходят до результата, чем больше людей достигают свои цели, тем больше о нас узнают друзей и друзей. Тем быстрее мы растем. Сегодня не существует школ пока что. Возможно, скоро кто-то будет копировать наши подходы к обучению, нашей мотивационной системы и так далее. Но сегодня не существует. Мы не встречали школ, которые делают такое. Но этот шаг оправдан и действительно мы хотим, чтобы обучение английским было веселым. Как игра. Напишите сейчас цифру 9. или большое количество цифр 9. Кто хотел бы учиться в такой системе? Не по скучным учебникам с репетитором, зазубривая правила. А кто хотел бы играть в английский? Учить английский как игру? Учиться весело, интересно, используя лучшие тренажеры и при этом выигрывая ценные призы за свои старания. После этого статистика доведения студентов до результата выросла не то, что в несколько раз, но выросла в десятки раз. То есть, это комплексная система. Она не будет работать, если применяется один элемент. Если вы просто возьмете, например, тренажер, он не будет работать отдельно, без комплексной системы мотивации, без методик быстрого запоминания слов и фраз, без встреч с преподавателем, без обратной связи преподавателя и о вашем произношении, о ваших результатах и так далее. Без игры. Так же, как и играть в игру не имеет смысла, если у вас нету этих материалов, нету тех методик и тех заготовок, по которым нужно, собственно, и работать. Банков, ассоциаций, пояснений преподавателей, которые мы записываем постоянно, новых тренажеров, новых конструкций и так далее. То есть, это все в комплексе, только так это работает. И кто хочет все это сегодня получить с огромными скидками, оставайтесь с нами. Вы можете учить язык, на самом деле, годами и не выучить его. Я надеюсь, вы это понимаете. А можете освоить его за 6 месяцев и до результата. Точно так же, как и на 102 этаж в Нью-Йорке. Вы можете подниматься пешком. Не факт, что вы подниметесь. А можете сесть на лифт и сделать это за минуту. Если вы не делаете это на спор, мы рекомендуем пользоваться лифтом. Быстрее доедете. Кто-то думает, что ему поможет только личный репетитор. Друзья, тоже для тех, кто только подключился, поясню. Репетитор репетитору рознь. Как правило, им выгодно учить вас долго и нет мотивации выпустить быстрее с результатами. Я рассказывал, почему мы это делаем. Поэтому нормой считается, что к репетитору ходят 2-3 года, а то и больше. В итоге и после этого нет результата. То есть люди не говорят. Напишите, кто ходит к репетитору еще раз и сколько вы ходите безрезультатно. Напишите сейчас срок, и вы сами все поймете. Полтора года, три года, пять лет, год, ужас, хватит, хватит писать. Спасибо. Просто нет правильной системы. Да, не тому уделяйте время на занятиях с репетитором. Как я говорил, недостаточно учить английский. Фишка-то в чем? Правильно ли вы учите или неправильно? Потому что можно тратить 80% своего времени и получать 20% результата. Правило Паретта. А можно тратить 20% своего времени и получать 80% результата. Это про нашу систему. Поэтому вы учите грамматику в отрыве от самого важного. Так делать нельзя. Даже если репетитор стоит 500 рублей в час, что вы думаете часто, ой, дешево, репетитор дешевле, чем пойти на курсы, то обычно столько стоят примерно новички после лингвистического вуза, которые еще вообще опыта никого не имеют. Я не говорю сейчас о людях, которые, допустим, у нас в команде по 22 года лингвисты и занимаются разработкой и ускоренных методик. Поэтому на количество времени вы, если посчитаете, сколько лет вы к нему проходите, как вот многие писали здесь, там, 5 лет, 4 года, посчитайте, сколько денег вы отдадите за, там, 2 раза в неделю даже, самое минимальное, что, в принципе, рекомендуется. Поэтому вопрос, сможете ли вы заговорить. И те тренажеры, которые мы вам показали сегодня, да, работают с вашей памятью в 10 раз эффективнее, чем вы будете даже с носителем общаться. Поэтому там все специально подобрано для каждого уровня и по шагам. Как получить ваши тренажеры? Сейчас об этом тоже расскажу. Подождите. Такое есть мнение. Сам смогу выучить язык. Мне не нужны никакие курсы и репетитор. Да, в принципе, сможете. Мы у вас верим. Но практика показывает, что это в 5-7 раз дольше, так как нашим специалистам потребовалось более 20 лет, чтобы создать по крупицам то, что сейчас работает. Если у вас есть только времени на поиски, это тоже путь. В принципе, он имеет место быть. Но просто есть люди, которые не очень ценят свое время. Это нормально. Для меня лично время самый ценный ресурс. Я часто посещаю конференции, покупаю готовые решения, готовые сайты, чтобы не тратить на это время. И, как ни странно, друзья, это работает. Вот напишите сейчас, кому время ценнее, чем все остальное. Кто так же, как и я, больше приоритета дает времени и хочет сделать все быстрее. Напишите слово «время» в чат. Время. Время, 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 время. Вас много. Круто, друзья. Отлично. Я рад. Я рад, что в этом плане меня много людей поддерживает. Отлично. Поэтому, собственно, нас обычные школы и не любят за нашу революцию в английском, так как мы делаем это быстро. Поэтому у вас сейчас есть два пути. Идти самостоятельно и проходить весь этот путь самому, тратя на это время, для тех, кто не очень ценит время. Или взять все готовое, все готовые решения и быстро получить результат. То есть, вы можете воспользоваться всеми нашими инструментами и заговорить свободно уже через короткое время. В зависимости от ваших каких-то целей, задач. Кто-то делает это очень быстро. Там 2-3 месяца они уже начинают общаться за границей. Кто-то идет стандартным путем и за 6 месяцев. Это делает, как я уже говорил, такой, скажем, средний показатель. Но есть те, кому прям вообще супер быстро по работе, когда вас, знаете, прижимает, то вы это обязательно можете ускорить. Я точно уверен в этом, потому что видел таких людей нередко. Я сейчас попрошу остаться только тех, кто хочет освоить английский быстрее, чем кто-либо. Тех, кто хочет пройти по короткому, быстрому пути с гарантией результата. Тех, кто не хочет собирать крохи информации по всему интернету. Не факт, что и найдете, так как это долгие разработки и многие из них являются эксклюзивными, которым нет аналогов. Попрошу остаться тех, кто готов практиковать и делать то, что дает самые лучшие результаты. Тот, кто готов действительно работать, а не просто вшить в себя какой-то чип английского. Если вы себя узнаете в этих четырех пунктах, пришли за результатом, то оставайтесь, друзья. Сейчас будет для вас очень важная информация. Соответственно, для тех, кто не хочет быстрых результатов и вы пришли сюда просто послушать, вам не нужен английский, то можете отключаться, так как вас эта информация не особо заинтересует. Сейчас у нас аудитория разделится на две части. Есть люди, которые присутствуют из вебинаров, вебинар до дыр засматривают себе бесплатные ролики на YouTube, спорят с авторами, что та или эта методика лучше. Они уверены, что по роликам на YouTube они освоят язык, но ничего при этом не делают и, соответственно, не имеют результата. Пока вы просто ходите на вебинары, слушаете, но ничего не пытаетесь внедрить, это так и останется на уровне теории. Как научиться плавать, что вы сами понимаете, прыгните в бассейн и по книжке вы не сможете поплыть, нужно практиковать. И не существует флешки моментальный английский за пять минут, которую вы подгружаете в мозг и сразу заговорили. Увы, нужна практика и то, что мы сегодня вам показали. Только так можно достичь результата быстро. И есть, собственно, те, кто пришли сюда за результатом. Эти люди чаще всего и быстрее начинают общаться свободно по-английски. Эти люди зарабатывают, как правило, намного больше, чем те, кто, собственно, относится к первой категории. И вам я предлагаю остаться, потому что именно эти люди стремятся к наиболее короткому пути всегда по жизни во всех своих делах. Сейчас будет информация для вас. Я расскажу, как вы можете подключиться к нашей системе на специальных условиях, как гости нашего вебинара. Для тех, кто только что подключился, еще раз расскажу. Система называется English Revolution. И она выпустила уже более 20 тысяч довольных студентов со всего мира. Сейчас я расскажу, что в нее входит и что эта система дает. Кому интересно узнать подробнее, напишите сейчас пятерки в чат. Вижу очень много пятерок. Отлично. Поехали тогда дальше. Смотрите, что внутри. Вы получаете, во-первых, доступ в личный кабинет с пошаговыми видеоматериалами от уровня начальной до upper-intermediate, где вы погружаетесь в новую разговорную лексику, именно ту лексику, на которую действительно говорят носители. Отрабатываете грамматику при поддержке кураторов. То есть, все уроки сделаны таким образом, что сначала вы разбираете основу, ну, некий фундамент, и потом начинаете оттачивать тренировками. Да, то есть, ну, как тренер вам в зале показал, смотри, берешь штангу, вот так поднял, понял, окей, теперь поднимай. Вот точно так же у нас устроено, как в спорте. Мы сначала показываем вам, что, показываем, как это правильно делать, и дальше тренировки, 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 которые вы делаете параллельно, да, проходя пошагово, вот, каждый уровень, каждый курс. То есть, вы можете учиться в той формате, в той скорости, как вам удобно, с телефона, с планшета, с компьютера, в метро, или в самолете, или, не знаю, где-нибудь, ну, за рулем не рекомендуем. Это опасно для жизни вас и окружающих. Поэтому выбирайте темп, сами он подстраивается под любые задачи. На самом деле, мы создавали курс для тех, у кого времени мало, для занятых людей. Поэтому, если у них это работает, если у вас даже есть чуть-чуть больше времени, вы просто быстрее пройдете весь курс, сможете говорить на английском свободно, быстрее. Второе. Вы приглашаетесь, как наш студент, на мотивационный марафон English Revolution с поддержкой преподавателя. Объясняю, что это такое. Это игра. Я об этом еще не рассказывал на вебинаре. Где вы вначале определяете свой уровень вместе с педагогами, делаете запись ваших навыков на видео. Далее, каждый день вы получаете задание, которое вам нужно выполнять в течение месяца. И через месяц записываете видео снова. То есть, чтобы увидеть ваш прогресс за такой короткий период, месяц. Для этого созданы игры. И вторая задача этой игры это мотивация. Чтобы вы получили мотивацию, заряд какой-то такой движухи, чтобы было интересно двигаться. Ну, естественно, не бывает мотивации без призов. Поэтому, если вы не выполнили задание, то в игре вы можете участвовать дальше, учиться, мы вас не выгоняем. Но вы не участвуете просто в номинации на приз победителя. То есть, мы вас экзаменуем. Второе, точнее, третье. Вы получаете доступ к разговорным тренажерам, которые как раз отрабатывают речевые конструкции от начального до самого высокого уровня. И также до уровня бизнес английского, travel английского. Ну, то есть, там много направлений узких тоже есть для того, чтобы вы отработали их. Ну, в зависимости от пакета, который вы выберете. Сейчас в ближайшее время о нем расскажу. На выходе вы знаете все времена, вы даете их на автомате, общаетесь свободно. Вы больше не задумываетесь в речи, вы не тупите, вы не подвисаете, владеете языком свободно. Это уникальная разработка аналогов, ее вы нигде не найдете, она есть только у нас. Четвертое. Вы получаете месяц групповых занятий с преподавателем для дополнительной отработки полученных навыков. Пятое. В максимальном пакете вы получаете курсы по бизнесу английскому, да, то есть, для того, чтобы общаться с деловыми партнерами, ну, то есть, все, что касается бизнес-лексики туда входит. То есть, курс на это заточен. Курс по путешествиям, ну, travel English, для того, чтобы вы могли в путешествиях от аэропорта, вокзала, самолета, отеля и прочего чувствовать себя отлично. Специально для путешественников курс сделали. Также туда входит Speaking Club, в этот максимальный пакет, ну, я сейчас более подробно расскажу. Разговорный клуб, где мы объединяем вас в формате вот конференций, типа, как сейчас мы общаемся, только вы там видите друг друга, и в мессенджере Telegram мы вас объединяем, вы можете обмениваться аудиосообщениями с преподавателем и с другими участниками, чтобы постоянно тренироваться и обсуждать. Ну, мы за тренировки регулярные, понимаете, да, почему мы это делаем, что вы постоянно в практике были погружены. Независимо от того, если вы живете в Зимбабве, ваш коллега живет где-нибудь в Лондоне, вы можете созвониться, списаться, обменяться сообщениями, даже если у вас часовые пояса разные. Кстати, это очень удобно в мессенджере делать, потому что сообщения кидаете, на утро проснулись, прослушали, записали ответ. Не нужно быть привязанным, как сейчас, да, мы пришли к восьми вечера, допустим, по Москве и все. То есть, там все проходит в форматах удобных для разных часовых поясовки. Я вам говорил, у нас студенты из разных вообще стран мира и концов света. Также вы получаете курс продвинутый для тех, кому надо уже, ну, там, совсем выйти на высокий уровень, стать преподавателем, то есть, ну, уже владеть большим количеством лексики и так далее. Ну, уже, то есть, выше аппера. И этого всего, друзья, достаточно, чтобы говорить на английском свободно. Больше вам не нужно никаких курсов, больше вам не нужно никаких репетиторов и не нужно никаких мучений, там, скучного изучения английского. Кому все это прям понравилось, кто хочет, напишите сейчас восклицательные знаки, желательно побольше, кто прям очень хочет. Я сейчас вопрос вижу, да, сколько стоит, сейчас расскажу, друзья. Перед тем, как двинуться дальше, давайте я вам покажу видео Сергея, который как раз благодаря этому курсу смог переехать за границу, он долго жил в Калифорнии, строил там свой бизнес. Кстати, в интервью он говорит на английском. Смотрим, и я расскажу вам о пакетах. Well, in my professional life I have some goals that I can achieve only with English. For example, like some years ago I asked myself a question, where, like, where in the world are the biggest, the highest paid experts and like the hub of all the entrepreneurs, of the best entrepreneurs, the best minds, the best people in the world, where are they? Where are they? In my opinion, in my opinion, the best people are people who create, people who make a lot of money, people who want to achieve something in their lives, who want to change the world. And I understood that these people are in Silicon Valley and they're in the United States. So, my English was not perfect because I wanted to move to this place. I wanted to, like, feel all this Silicon Valley movement. And I understood that if I want to study in Stanford, if I want to connect with investors, if I want to meet the network with startup companies or serial entrepreneurs, I need a better English. I need to better understand, I need to be more fluent, I need to be more relaxed, to be more confident. And then I had this problem. So, that I have, like, small amount of time and I have this goal that I want to move, I want to study, I want to meet, I want to be with all the best people in the world and, because here is the center of ideas. So, ideas all over the world are born here. Silicon Valley projects are Google, like Instagram and Hewlett Parker. And my friend recommended me some online courses. He said that, well, I was attracted by the headline that you can learn fast, you can study fast. I felt like, how can you study English fast? Like, I've been studying all my life and I'm still studying. How can you improve it fast? So, I did not really believe that, but I was curious what it was all about. Because I got this recommendation, I decided to try. So, I... Why did you choose the speed? Yeah, recommendations and the speed, yeah. So, that's why I chose the system and I like the videos also. I watched the YouTube videos and I like the videos and there was a strong recommendation, so to say. So, then I tried and I did not expect that the system works with motivation, that the system is like easily to work with, so, because I'm very busy, I don't have much time for learning and the system works, so you have time, so you find time, so it's easy to find time. Сергей – яркий пример человека, который точно понимает, что английский открывает колоссальные возможности. Ему нужен был результат, он взял и сделал этот результат быстро. В чате тоже задавали вопросы, что вот учить язык надо годы, да, все-таки люди, так вот некоторые думают, что вот Олег, например, наверное, не один год учил, чтобы добиться такого блестящего произношения. Да, раньше таких инструментов не было, которые есть сегодня, да, раньше нужно было больше тратить времени, учебники были скучными, да и вообще, в принципе, язык был особо как-то не сильно открыт, поэтому Олег, и в том числе наши специалисты потратили десятки лет собирая по крупицам те методики, которые сегодня позволяют таким ребятам, как Сергей, как сотни других учеников достигать результата гораздо быстрее. Поэтому, да, вы с одной стороны правы, что нужно учить годы, если вы пойдете старыми неэффективными методиками. И не нужно учить годы, если вы пойдете быстрыми методиками и последними разработками в области запоминания и освоения языка, которые мы сегодня вам показали. Сейчас я вам расскажу, как вы можете быстро, эффективно выучить английский с нами, сколько это стоит, какие пакеты есть и что мы для вас сегодня приготовили. Обучение у нас делится на два пакета. Это пакет базовый и пакет VIP. Но они отличаются между собой индивидуализацией в подходе к обучению и насыщенностью по дополнительным сервисам, услугам и так далее. Сейчас я вам расскажу, что туда входит, в каждый из них. Итак, давайте первый, пакет базовый. Первое, что туда входит, это основные обучающие материалы от уровня новичок до уровня продвинутый на один год. Сейчас вы видите скриншот личного кабинета, где вот, собственно, задание. Видите, здесь все сделано пошагово, нет какой-то кучи материалов. Вот проблема, почему люди учат язык по YouTube и нет у них результата, потому что видео тысячи, даже огромное количество этих видеороликов, и чаще всего они не знают, что конкретно им поможет, что конкретно им не поможет. Здесь все сделано по шагам, вот мы берем вас за руку и ведем к результату. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. В итоге в конце вы владеете уровнем beginner. Не то, что вы владеете, вы говорите на этом уровне, да, вы уже понимаете, вы можете общаться на каком-то уже базовом уровне, вы владеете набором слов и знаете уже базовые грамматические конструкции. Видите справа статус на проверке, зачет, новое ДЗ, то есть на проверке это мы отправили задание куратору, да, он еще не проверил, стоит вот такой таймер, что он находится на проверке. Зачет, это мы заходим в разговорный тренажер, занимаемся, нажали на кнопку, что тренажер нами пройден. Пройден, это значит, как я вам говорил, когда вы без ошибки несколько раз прокручиваете тренажер, опережаете диктора, переводите как диктор, произношение у вас как у диктора, то есть все без ошибок, значит идем дальше. И так далее. Видите, урок 2, потом опять разговорный тренажер, потом урок 3, потом опять разговорный тренажер. То есть урок, это занятие, которое записал для вас преподаватель, задание, которое дает вам преподаватель. Вам нужно делать отчеты, писать ему в ответ и закреплять знания на тренажерах. Вы таким образом зацикливаете и фиксируете свой результат, когда каждый новый урок вы прогоняете. Все сделано специально в выверенной последовательности, ничего менять здесь не нужно. Идете по шагам, и результат у вас в руках. Внизу вы видите цену 19 900, это цена этого блока, если приобретать по отдельности. Когда студенты приобретают у нас обучение в пакете, это стоит им дешевле, потому что они приобретают сразу полный пакет. Да и по отдельности, на самом деле, я смысла особого не вижу, потому что, как я говорил, машина не может ехать только с одними колесами без двигателя. Или если у нее есть один двигатель, нет колес. Здесь мы подобрали все, чтобы в комплексе это работало как единый механизм и давало вам быстрый результат. Поэтому здесь я просто показываю, сколько это стоит по отдельности. Вы будете видеть цену каждого блока внизу. Ну а для всех тех, кто присутствует сегодня, тот будет иметь еще более выгодное и интересное предложение, которое уже не будет доступно даже завтра. То есть оно заканчивается сегодня в 23.59. Ну а об акции я, собственно, сейчас очень скоро вам расскажу. Поехали пока что дальше по блокам, что входит в пакет базовый. 36 разговорных тренажеров English Revolution. Стоимость этого блока 10 900 рублей. Ну тренажеры вы сегодня видели, я погружаться в них подробно не буду, вы все сами на себе ощутили. Без них раньше нашим студентам было действительно сложнее достигать результатов. Сейчас, когда мы поняли, как это работает, мы начали постоянно записывать тренажеры, обновлять эти тренажеры на разные темы, на разные конструкции. И тот, кто приобретает у нас обучение сегодня в одном из пакетов, по-моему, в VIP, если не ошибаюсь, будет иметь доступ к постоянным обновлениям пожизненным. Поэтому вас ждет еще много-много интересных новинок. Далее, также в этот пакет входит банк ассоциаций. Это более 5000 слов для веселого, интересного запоминания. Стоимость этого блока 15 000 рублей. То есть это уже, как помните, мы с вами обсуждали, что владея даже несколькими тысячами слов в своем банке, в своем запасе, вы уже можете общаться за границей. И вот я вам сегодня называл статистику, цифры, сколько необходимо слов для того, чтобы свободно владеть английским. Да, кто-то писал в чате, что недостаточно учить слова для того, чтобы общаться. Конечно же, я с вами согласен, что если вы будете просто зазубривать слова или учить методом ассоциации тысячу слов, то, но не зная грамматики, но не практикуя речь, двигатель без колес, колеса без двигателя или машина без руля. Да, то есть не работает все без системы, естественно, но когда вы запоминаете с помощью банка ассоциации новые слова и практикуете их на разговорных тренажерах и ходите еще в разговорные клубы и общаетесь на практике за границей, то результаты просто супер. Понимаете, что это все должно работать в комплексе, поэтому те, кто писал, что это неэффективно, нет, друзья, это эффективно, просто надо знать, как это применять. Далее, в этот пакет входит ускоренный курс по изучению неправильных глаголов стоимостью 9 900, то есть курс направлен на то, чтобы вы быстро смогли заполнить неправильные глаголы, там используются специальные мультики, специальные скороговорки, в общем, все, чтобы это было весело, быстро и интересно. Далее, сюда входит два месяца групповых онлайн занятий с преподавателем из любой точки мира можете заниматься, подключаться к конференц-комнатам стоимость 10 900 рублей. Кто пишет, сколько это в евро и в долларах, друзья, я вам потом, когда назову финальную цену, я уже ее переведу в доллар и в евро, чтобы сейчас просто не отвлекаться на это, и вы сможете уже понять, сколько сегодня для вас это стоит. Собственно, на этих занятиях наши студенты изучают английский по современным песням, по скороговоркам, ставят произношение, развивают свою речь, правильно ставят звуки, артикуляцию, в общем, и так далее. То есть, все это, все эти материалы помогают сделать. Задают вопросы преподавателю на этих встречах, которые были непонятны во время обучения, изучают фразовые глаголы, изучают сленг-носители в разных городах мира, в Штатах, в Англии, ну, как вы знаете, сегодня я вам показывал, ролик Илл.Айти, он рассказывал конкретно, что даже в Нью-Йорке есть свои фишки, разное употребление предлогов в зависимости от Штата Америки, то есть, везде, всеместно, есть такие вот нюансы. Все это мы изучаем, чтобы вы не просто приехали за границу и общались так, как, допустим, вас обучали в школе, неполноценно, а могли общаться реально, как общаются, ну, чтобы носитель мог понять, о, классно, ты, по-моему, тоже из Нью-Йорка, ты знаешь эти фишки. Все эти встречи позволяют так вот раскачаться и очень сильно продвигают студентов вперед. Далее сюда входит один мотивационный онлайн-марафон English Revolution с ценными призами, то, о чем я вам рассказывал, где все студенты вначале ставят себе цель, записывают свое аудио, видео вначале, как они вообще говорят, как они произносят, дальше они в конце записывают видео после обучения и шокируют себя, как они продвинулись вперед. Для этого это нужно, потому что без фактов часто люди не замечают, как они улучшают свой уровень, а потом, когда смотрят эти видео, говорят, а све это был я, разве я так вот говорил ужасно, но на самом деле это забавно, потом можно склеивать очень интересные результаты до-после. В течение марафона все вы получаете задания, вам необходимо эти задания выполнять, присылать отчеты о том, что вы делаете, те, кто делает отчеты, ходит на встречи и выполняет все задачи, которые перед вами ставят педагоги, номинируются на финальный приз. Эти призы, часть этих призов это денежное вознаграждение, в следующем марафоне призовой фонд будет состоять из денежного приза в 30 тысяч рублей, из ценных подарков, призов от нашей компании, от наших партнеров, от спонсоров, ну то есть те, кто действует, не уйдут без подарка точно, поэтому мы мотивируем таким образом студентов, которые не сдаются, которые идут до конца, потому что точно знаем, что у них будут отличные результаты. Поставьте много плюсов, кому такая мотивация нравится. Вижу ваши плюсы, отлично, давайте подрезюмируем, в пакет базовый в итоге входит основной блок обучения от новичка до продвинутого, 36 разговорных тренажеров English Revolution, банк ассоциаций с более чем 5000 слов, ускоренный курс по изучению неправильных глаголов, два месяца групповых онлайн занятий с преподавателем, мотивационный онлайн марафон English Revolution и поддержка по обучению в личном кабинете. Когда у вас возникают какие-то вопросы, вы можете писать специально отведенное для этого окошко и наша служба поддержки вам отвечает, помогает вам двигаться вперед. Хотя там и так в принципе все сделано очень просто, что любой человек разберется со всем. Итого, стоимость блоков, которые мы сюда включили по отдельности, в сумме дает цифру 72 500 рублей. Как я говорил, для тех студентов, которые приобретают все это обучение в пакете, действует специальная цена 37 800 рублей вместо 72 500 рублей. И для тех, кто присутствует с нами сегодня, вы имеете возможность получить всю систему по изучению английского до результата, с нуля до свободного общения на уровне носителей всего лишь за 18 900 рублей. Вместо 37 800 даже той цены со скидкой, которая доступна для пакетного приобретения, еще меньше, практически, даже не практически, а по-моему в два раза, если не ошибаюсь, еще 50% скидки от этой цены. Эта сумма действует сегодня. Ваша инвестиция за полную систему обучения. Давайте я переведу ее сейчас в доллары для наших иностранных гостей. Это получается в районе 300 долларов. 300 или 295, что-то вот, в зависимости от курса. Я сейчас не имею под рукой котировки доллара, поэтому примерно около 300 долларов получается. Это обучение, которое рассчитано на три раза в день в течение одного года, то есть за полгода. Почему мы всегда говорим полгода? Потому что через полгода мы рассчитали систему так, чтобы студенты могли уже общаться, могли себя чувствовать хорошо за границей. Но следующие полгода они должны практиковать, пополнять свой словарный запас, оттачивать произношение, углубляться уже в грамматику более сложную и так далее. То есть мы делали систему из расчета полного обучения в год, но через полгода это уже первая точка, когда можно сделать существенные выводы по обучению. Некоторые, конечно, и через два месяца. Кому очень срочно нужен английский, кому срочно по работе нужно ехать куда-то в командировку. Есть люди, которые за два месяца делают такие же результаты, как некоторые делают за полгода. То есть я не знаю каждого из вас, поэтому, скорее всего, вы сами знаете свои силы и свою потребность, мотивацию выучить английский, но вот примерно такие цифры я называю исходя из статистики, которые мы получили от 20 с лишним тысяч студентов. Давайте посчитаем 18 900 рублей разделим на 12 месяцев. Мы получим 1575 рублей в месяц. Давайте разделим эту сумму на 4 недели и мы получим 383 рубля в неделю. Давайте разделим эту сумму на 3 занятия в неделю, как мы рекомендуем в среднем. Конечно, кто-то из вас будет заниматься 2 раза в неделю. Меньше 2 мы бы не рекомендовали, но, конечно, если вы очень занятой и вам не принципиально английский выучить через полгода, вам нормально через год-полтора, можете заниматься и 1 раз в неделю. Но мы рекомендуем 3. выходит 131 рубль за одно занятие. Многие люди привыкли сравнивать обучение по стоимости занятия. Конечно же, мы не рекомендовали бы это делать. Объясню вам почему. Потому что вы можете найти недорогое обучение. Предположим, студенты, выпускники лингвистических вузов берут за свои услуги порядка 500 рублей в час. Ну, или за полтора часа в зависимости от города. Это, скажем, те ребята, которые только-только закончили обучение на преподавателя и они набирают себе первых студентов. Да, вы можете подумать, как круто, 500 рублей, как дешево, пойду к нему. Это недорого совсем. Но сколько вы будете с ним заниматься? Это обучение может занять у вас 2 года, 3 года. Я лично ходил к репетитору по английскому языку порядка вот 3 лет, когда был в школе. Меня водили родители. Я встречал сейчас вот сообщения, у многих так было, да, кто-то учит 10 даже лет английский, ходит к репетитору огромное количество времени. То есть, я бы не рекомендовал вам оценивать обучение по стоимости занятия. Но просто для того, чтобы продемонстрировать вам, сколько это стоит у нас, я вам показал, что 131 рубль это дешевле, чем у любого репетитора. И это не просто цена за одно занятие. Я очень не люблю эту оценку стоимости занятия. Это цена за ваш результат. То есть, 131 рубль за одно занятие через год даст вам отличный результат. Даже уже через полгода. Через год вы будете отлично владеть английским, применяя все то, что мы вам даем. Круто? Отлично! Давайте я расскажу вам про следующий пакет. Пакет VIP. Это более насыщенный пакет для тех, кто хочет более индивидуализированный подход к обучению. Больше занятий с преподавателями, больше практики, больше материалов. И сервисы, которые позволяют вам получать обратную связь от педагогов. Давайте я расскажу вам, как это работает. Сюда также входит доступ к блоку, основному блоку обучения, но отличие от пакета базовый в том, что доступ у вас не ограничен. То есть, когда мы выпускаем новые разговорные тренажеры, записываем новые уроки, усовершенствуем систему, все это вам будет доступно не ограничено. Доступ ко всем обновлениям платформы пожизненно. Стоимость данного расширенного блока 29 900 рублей. Сюда входят также разговорные тренажеры, но их 54 вместо 36. То есть, их больше и, собственно, дополнительные тренажеры уже включают в себя погружение в какие-то интересные специализации, в бизнесовые направления, в переговоры, в такие travel тренажеры, где вы практикуете больше ситуаций в путешествиях и так далее. То есть, это полный наш сейчас пакет на данный момент тренажеров. Ну и, собственно, для VIP включены также обновления, когда мы будем записывать все поверх этих 54. То есть, 54 это, в принципе, тот блок, которого уже достаточно, но просто мы записываем много специализаций. Вдруг вы захотите погрузиться в какую-то техническую особенность, бизнесовые направления или еще что-то, что вы попросите. Мы очень открыты и всегда, когда студенты нас просят какими-то дополнительными материалами поделиться, мы их организуем. Поэтому все это будет входить для VIP. Стоимость данного расширенного блока 19 900 рублей. Также сюда входит банк ассоциации, об этом я уже рассказывал, входит курс по изучению неправильных глаголов, об этом рассказывал. 4 месяца групповых онлайн занятий с преподавателем вместо 2, то есть, в 2 раза больше. Стоимость 18 900. 2 участия в мотивационном онлайн-марафоне English Revolution, в отличие от предыдущего пакета, там было одно участие. Соответственно, у вас в 2 раза больше шансов выиграть приз, у вас в 2 раза больше посещения интересных событий с преподавателями, изучения песен, скороговорок, постановки произношений и так далее. Это более насыщенный пакет по встречам с педагогом. Сюда входит дополнительно курс Business English, которого нет в предыдущем пакете, его стоимость 10 900 рублей. Все, что касается переговоров, командировок, закупок. Здесь вы будете изучать уже конструкции, словарный запас, который вам нужен будет по карьере, по бизнесу, по работе и так далее. Сюда входит дополнительно курс Travel English, его также нет в предыдущем пакете, его стоимость 10 900, это специализированный курс на изучение английского для путешествий. Дополнительно сюда входит курс Продвинутый, то есть, это курс, который объясняет простым языком сложные английские конструкции, то есть, то, что как раз, от чего вы страдали в школе, не могли это понять. Здесь наша система построена таким образом, чтобы вы в интересном игровом формате поняли все сложные конструкции в английском, но в любом случае, если вы будете вглубь изучать язык, вам это пригодится, просто мы рекомендуем это выучить такими простыми шагами, здесь это все доступно. Дополнительно сюда входит English Speaking Club на один месяц, когда вы проходите базовое обучение и вы уже чувствуете, что вы готовы общаться и готовы выйти, скажем, в мир английского и практиковать, мы подключаем вас на один месяц к нашему разговорному клубу, который стоит 7900 рублей за один месяц, и это вам естественно в нашем пакете будет идти бонусом, в подарок и вы практикуете с другими участниками из разных стран мира, общаетесь на английском языке в мессенджере, WhatsApp или Telegram, соответственно получаете обратную связь от нашего педагога и на английском языке, и на русском, он может услышать ваше произношение, все участники корректируются, чтобы вы могли общаться. С чем удобно мессенджер? Смотрите, вам не нужно ехать куда-то в разговорный клуб в вашем городе, потому что мы устраивали на самом деле разговорные клубы в Москве, но участники говорили, что особенно в будни в пробках сложно добраться даже к 8 часам вечера после работы, потому что у нас клуб находился на Садовом кольце в центре Москвы, и тем не менее люди с разных уголков Москвы, потому что это было интересно, у нас был носитель ведущий, ехали, но многие опаздывали, не приезжали, только потому, что сложно было с дорогой. Здесь в чем удобство? Мы думали-думали и убрали эту проблему, когда у вас есть телефон, ну, кто пользовался WhatsApp и Telegram, напишите сейчас Telegram или WhatsApp, чем вы пользуетесь. Я думаю, что вы все знаете эти мессенджеры, сейчас они очень модные, и там очень распространено аудиосообщение, когда вы нажимаете кнопку и отсылаете сообщение своему собеседнику. Здесь мы сделали такой закрытый чат, где тусуются наши студенты, и они записывают такое сообщение и, собственно, отправляют его в чат. Таким образом, вы можете в перерыве между работой, допустим, пошли бы на обед, записали какое-то сообщение, послушали ответ от вашего преподавателя, или там едете в дороге, неважно, где вы находитесь, вы практикуете английский в жизни, и когда, как я говорил, изучение английского вплетается в вашу жизнь, это становится естественным. То есть, вы относитесь к этому не так, ой, надо учить английский, пойду зубрить. Нет, друзья, так не работает. Вы просто классно, свободная минутка появилась, хочется попрактиковать. Вместо того, чтобы смотреть какие-нибудь тупые ТВ-шоу, или там, я не знаю, ваш сериал любимый, вы можете просто пообщаться на английском языке с такими же, как и вы, это очень круто, да, при поддержке нашего преподавателя. Вот как это все работает. Ну, это тоже инновационный подход, на самом деле, таких разговорных клубов сейчас также в интернете не существует. Мы первопроходцы и в этом направлении создали такую систему, и это очень удобно для студентов. Обратная связь очень хорошая, что всем нравится. Также видел не один такой вопрос, а как же мое произношение будут оценивать, я не помню, рассказывал я уже на этом вебинаре или нет. Еще раз повторю для тех, кто только что присоединился, смотрите, в пакет VIP входит специальный чат, доступ к вашему педагогу, куда вы можете также через эти каналы связи записывать ваше произношение, то есть, например, у вас вопрос, а правильно ли я говорю, у кого спросить, если никто не ответит, то это, согласитесь, это некомфортно, ну, как бы не настолько, конечно, есть люди, которые на слух отлично воспринимают, да, они слышат музыку, они могут сразу попасть в ноты, они могут сразу произнести так же, но есть люди, у кого так не получается, и хочется спросить, у кого-то у профессионала, здесь у VIP студентов есть такая возможность записывать в специальный чат голосовые сообщения для педагога, и он всегда сможет откорректировать, правильно ли вы поставили язык кальвеолам или неправильно, да, там, что вы сделали не так, да, там, как лучше надо сделать, таким образом, с обратной связью вы намного быстрее продвигаетесь в изучении английского и в постановке произношения, круто, друзья, напишите, кому сейчас вот пункт в обучении очень понравился, поставьте сейчас цифру 8 или большое количество цифр 8, кому очень понравилось, на самом деле, это тоже очень инновационная модель получения обратной связи, когда буквально ваш педагог в вашем телефоне, потому что смартфон сегодня становится реально нашим спутником по жизни, не знаю, к счастью или к сожалению, он дает, конечно, много плюсов, так же, как и много минусов, да, что портит зрение, но тем не менее, если пользоваться правильно, мы сегодня там платим телефоном уже, да, в магазине, я уже практически с собой карточки не ношу, потому что все через Apple Pay, и тут у вас буквально преподаватель в вашем телефоне, вы заходите одним кликом мыши в приложение, в мессенджер, Telegram или WhatsApp и задаете вопрос вашему педагогу, который прикрепляется к вам во время вашего обучения, круто, ну, мне это очень нравится, потому что студенты получают очень классные результаты благодаря этому сервису, ну, и VIP студенты напоследок пункт, который сюда входит, получают персонального куратора на период обучения 6 месяцев, которому вы можете задавать вопросы, которые принимают у вас экзамены, которые отвечают на ваши любые вопросы во время обучения, также вы с ним находитесь на связи, он может, ну, собственно, по заданиям давать какую-то обратную связь, поправлять вас и так далее, то есть, ну, преподаватель, который следит за вашим обучением в течение 6 месяцев, ну, то есть, как я уже говорил, вот такой индивидуальный подход. Стоимость данной услуги 18 900 рублей. Итого, давайте подрезюмируем, что же входит в пакет VIP, неограниченный доступ к курсам и обновлениям, 54 разговорных тренажера, полный курс от English Revolution, банк ассоциаций, о котором я уже рассказал, ускоренный курс по изучению неправильных глаголов, 4 месяца вместо 2 групповых онлайн занятий с преподавателем, 2 мотивационных онлайн-марафона с призами от English Revolution, курс Business English, курс Travel English, курс Продвинутый и English Speaking Club на 1 месяц, персональный куратор на 6 месяцев, обратная связь для студентов, в постановке произношения и в корректировке вашего английского поддержка по обучению в личном кабинете также доступна. Стоимость всех модулей, которые входят в VIP-пакет по отдельности составляет 155 тысяч рублей. Соответственно, вся эта полная система но индивидуализированного обучения до результата, с нуля, до свободного общения на уровне носителей в пакете для наших студентов в обычные дни стоит 77 тысяч 800 рублей вместо 155, для тех, кто берет полностью пакет, это выгоднее, естественно. И для вас, друзья, для тех, кто сегодня присутствует на вебинаре, особые условия 38 тысяч 900 рублей вместо той цены 77 тысяч 800, которая доступна при приобретении полного пакетного обучения. Ваша инвестиция в результат всего лишь 38 900 рублей и у вас индивидуальный подход в нашей системе. Давайте также возьмем эту сумму и посчитаем стоимость за одно занятие. Разделим эту сумму на 12 месяцев и мы получаем 3241 рубль в месяц. Разделим на 4 недели и мы получаем 810 рублей в неделю. Разделим на 3 занятия и мы получаем 270 рублей за одно занятие. То есть, всего лишь 270 рублей это стоимость чашечки кофе в ресторане. Это совсем небольшая цена, но это цена за ваш результат при регулярных занятиях с полной поддержкой причем. И самое главное, что это тоже дешевле, чем у любого репетитора, несмотря на то, что это VIP пакет, несмотря на то, что это индивидуальный подход. Друзья, напишите сейчас в чате, какой пакет вам больше понравился. Базовый или VIP? Друзья, прямо сейчас справа от трансляции появилась кнопка. Эта кнопка недоступна сейчас для всей нашей базы, потому что я предупреждал, звал на это событие людей заранее. Кто не пришел, это их проблемы, но потом пойдут просто обучаться по полной цене. Это нормально, то есть, каждый выбирает свой путь. Для вас сейчас есть возможность приобрести полное обучение с огромными скидками, но и это еще не все. Я сейчас вам расскажу, как забронировать пакет по кнопке «Далее», но есть еще одно условие. Для тех, кто точно принял решение, что английский ему 100% нужен, причем не просто нужен когда-нибудь, а нужен очень быстро, действует, ну, для тех, кто точно решил, что он пойдет учиться, да, и, соответственно, у нас есть еще дополнительный бонус, который позволит вам убить двух зайцев. Во-первых, приобрести обучение дешевле, во-вторых, помочь это сделать своим родственникам, друзьям, близким. Расскажу, как это работает, смотрите. При оплате пакета до 23.59 минут сегодня полного пакета базовый или пакета VIP, второй пакет базовый такой же, с тем же наполнением, которое я вам рассказал, по цене 18.900 рублей, которые стоят со скидкой для вас сегодня, мы дарим в подарок. То есть, когда вы приобретаете пакет базовый сегодня до 23.59 минут, такой же пакет мы дарим вам в подарок. То есть, это в формате сертификата от нашего проекта. В данном сертификате будет указано, что туда входит такое-то обучение. Стоимость обучения 37.800 рублей, потому что, то есть, та цена, которую мы сейчас вам называем, она доступна только сегодня. Те, кто будет обращаться к нам позже, это уже будет недоступно. И вы можете подарить данный сертификат любому вашему близкому человеку. Круто! Ну, а теперь, собственно, давайте расскажу вам, как забронировать пакеты. Я понимаю, что сейчас уже поздно, я понимаю, что не все сейчас могут оплатить обучение. Это тоже нормально, соответственно, для тех, кто сегодня бронирует пакеты базовый или VIP, у вас есть возможность оплатить это обучение завтра и послезавтра. Ну, дальше мы уже закрываем окно, потому что, ну, такие цены, они долго держаться не могут, вы сами понимаете, потому что и так сейчас очередь от желающих очень большая. сегодняшний вебинар, он первый, открывающий распродажу, как мы и обещали по нашей подписной базе, и те, кто пришел, тот молодец. Те, кто не пришел, как обычно, все пропустил. Поэтому, давайте расскажу вам, как, собственно, и забронировать обучение. Нажимаете на кнопку, вы попадаете на страничку, где вы в дальнейшем можете почитать там еще дополнительные отзывы. Ну, сегодня мы вам много чего еще покажем, но, если вдруг хотите дополнительно почитать, посмотреть, можете также интервью с Тутт Ларсен посмотреть на Финам.фм, послушать точнее, когда мы обсуждали технологии в нашей школе по радио. И много-много всяких интервью и так далее. Вы попадаете на страничку с тремя пакетами. Собственно, да, еще один момент. Для кого сумма базового пакета 18900 сейчас действительно дорого, не получается обучаться? Есть возможность приобрести обучение в расстрочку на два платежа. Это базовый пакет в расстрочку по 10900. Там есть небольшая переплата, собственно, сумма, да, получается, первый месяц вы платите 10900, второй месяц вы платите 10900. Если вы приобретаете обучение сегодня, то базовый пакет вам вообще стоит 18900. Это, естественно, получается выгоднее. Но те, кто платит в расстрочку, имеют возможность по частям оплатить это обучение, там переплата составит 3000 рублей, общая сумма будет 21800 рублей. Хочу приобрести VIP пакет, спрашивает Виктор, есть ли на него расстрочка. Как вы видите, в таблице расстрочки на VIP пакет нет, я вам объясню, почему. Смотрите, у нас просто сейчас очень большая очередь на скидки, то есть завтра, когда мы откроем окно, этих уже части бонусов не будет. И мы все равно сделаем большое количество продаж, по распродаже, потому что сейчас в очереди стоит уже более 350 человек на текущий день, кто хочет приобрести обучение со скидкой. И собственно VIP пакет, если мы не можем делать рассрочку, точно, потому что сегодня мы планируем сделать где-то порядка 10 доступов с этого вебинара, хоть у вас уже более 500 человек, после 10 человек мы прикроем обучение, потому что часть пакетов мы оставим на завтра, послезавтра и дальше они уже будут недоступны, но ввиду того, что количество наших преподавателей оно ограничено, то есть это не резиновые доступы, мы не можем их в большом количестве по такой цене раздавать, то есть по цене 77 800 они в дальнейшем будут доступны, но по цене 38 990 они больше доступны не будут, поэтому рассрочку на него мы не делаем, на него очень большой спрос и мы точно знаем, что эти пакеты будут закрыты либо сегодня, либо уже завтра, послезавтра точно, потому что здесь очень большая индивидуализация и плотная работа, но вы можете взять в рассрочку пакет базовый, он доступен сегодня, завтра он также будет доступен, но просто часть бонусов уже не будет доступна, которая входит в пакет, например, второй курс подарок уже завтра будет недоступен для тех, кто будет оплачивать завтра. Окей, давайте расскажу, как забронировать пакет, выбираем значит пакет, который вам больше всего понравился, друзья, вопросы сейчас все отвечу на них после того, как расскажу, давайте вот так поступим, нажимаете на красную кнопку и вы попадаете на страницу оформления заказа, вот я перешел на страницу оформления VIP, вы видите количество 1, сумму и ниже имя, фамилия, электронная почта, телефон, соответственно, вы вписываете туда все ваши данные только точно, чтобы мы могли с вами связаться, если вы укажете неверные данные, мы не сможем с вами связаться, ну просто потом придется вам приобретать пакет по нашей стандартной цене, да, скидка для вас уже будет недоступна, поэтому здесь смотрите сами, как вам комфортно, ниже выбирайте тот способ оплаты, которым вы будете платить, не важно, будете вы платить сегодня или не сегодня, здесь вы можете выбрать Visa, MasterCard, EuroCard, AlphaClick, у кого AlphaBank, прямо внутри системы перевести, Евросеть или Связной, это тоже очень удобно, вы берете, распечатываете квитанцию, идете с этой квитанции в Евросеть Связной и говорите, что вот я хочу оплатить через вас обучение в школе английского, вот, собственно, мой штрих-код, там, ну то, что вам дается, да, они уже там, специалисты сами знают, как провести ваш платеж, вы просто даете им наличные, ну, Евросеть Связной, как Сбербанк, их полно, Сбербанк мы здесь не указываем, ну, я понимаю, что это очень система распространенная, но, друзья, просто, к сожалению, Сбербанк еще не перешел на более современные системы работы и часто, когда люди приходят, во-первых, стоят в огромных очередях, что очень неудобно, я сам не очень люблю ходить по Сбербанкам, поэтому лично настоял, чтобы системы оплаты через Сбербанк не было и часто просто деньги вот операционисты отправляют как-то непонятно и не туда, поэтому мне очень, я не знаю, почему, просто, конечно, я надеюсь, что Сбербанк будет развиваться, усовершенствоваться, но это единственный банк, с которым у нас были проблемы, что потом люди ходили там по 10 раз в отделение и уточняли реквизиты, куда же операционист отправил деньги, ну, то есть, именно по этой причине. Далее, смотрите, неважно будете воплотить сегодня или не сегодня, вы нажимаете следующий шаг и после того, как вы нажали эту кнопку, ваши контактные данные попали к нам в систему. С этого момента заказ считается забронированным, понимаете, да? То есть, те, кто хочет сегодня получить второй пакет в подарок, те, кто хочет успеть на количество мест, потому что, если у нас, допустим, VIP закончится быстрее сегодня, 10 мест, то мы просто закроем продажи и кнопка будет уже неактивной, вы это увидите, кнопка красная будет не кликабельна, вы не сможете на нее нажать. Вас очень много, я вижу, что большое количество людей задает вопросы и я уже вижу, что сейчас идут заказы, прямо пока я рассказываю, я буду сейчас их называть. В общем, с этим понятно, напишите сейчас плюсы, кто понял. Ну, а для тех, кто платит с карточки, там вообще все просто, карточки принимаются со всех банков любой точки мира через систему PayU, это классная, удобная, международная система оплаты. Можете оплатить сразу с карты, все интуитивно понятно, но если вдруг будут вопросы, с вами в дальнейшем свяжется уже наш менеджер и если это завтра будет, то просто имейте в виду, что второй приз, второй подарок вы уже по условиям акции не получите. тем не менее, скидку получите, поэтому менеджер свяжется с вами, поможет вам провести оплату. Вопрос вижу, я из Америки, есть ли PayPal? Да, друзья, PayPal у нас тоже есть, только сейчас вот через систему PayU он пока еще недоступен. У нас есть как отдельный магазин в PayPal, мы можем вам скинуть ссылку на оплату из PayPal и вы по этой ссылке можете оплатить. Просто напишите сейчас в чате PayPal, ну так как это наш косяк, то есть соответственно те, кто будет платить PayPal, если наш менеджер успеет сегодня вам скинуть ссылку, то все действует согласно нашим договоренностям. Если вдруг из-за большого количества заявок сегодня мы не успеем и менеджер скинет вам PayPal завтра, так как это на нашей стороне, завтра для вас будут действовать также эти бонусные подарки, вторые подарки при приобретении курса по оплате через PayPal. Так, с этим объяснил. Отлично. Что у нас еще? Сразу после оплаты вы получите письмо с подтверждением, что вы оплатили и так как сейчас просто я наблюдаю за заказами их уже сыпется большое количество, есть такая вероятность, что сегодня менеджеры вас не успеют подключить, поэтому здесь не переживайте, если вы оплатили уже сегодня, ну, к обучению приступите уже в течение завтрашнего дня, то есть, ну, тоже здесь прошу понять, потому что Новый год, сильный ажиотаж и вас просто очень много, поэтому, друзья, завтра с вами свяжется уже менеджер, напишет вам персональный менеджер и даст вам все доступы в личный кабинет и ответит на все ваши вопросы по обучению, ну, и далее вы выполняете задания в проекте, шаг за шагом приближаетесь к результату с нашей помощью и проверкой домашних заданий, просто на минуту представьте, если бы вы могли общаться с коллегами, друзьями, родственниками на английском уже в ближайшее время, если бы вы могли вырасти по карьерной лестнице, по бизнесу, решить все ваши проблемы, как многие здесь писали, на работу не берут без английского, предположим, если бы могли путешествовать и общаться без переводчика, насколько вам было бы комфортнее просто по жизни, напишите сейчас в чате ваши, вот, собственно, представьте эту ситуацию, можете закрыть глаза, потому что это реально, то есть я вселяю в вас такую, скажем, уверенность, я видел много людей, которые начинали, сомневались, думали, получится у меня или не получится, я там, у меня склероз, у меня память, кстати, английский очень классно улучшает память, для, ну, по статистике, даже доктора это признают, те люди, которые у нас обучаются английскому, они потом, ну, в возрасте, у нас просто есть студенты, даже за 90 лет такие встречались, и они давали обратную связь, что у них реально улучшалась память, это очень приятно, действительно, просто вот напишите, что бы вы могли делать с английским, насколько вы действительно решили бы свои вопросы в данный момент, я пока отвечу на вопросы, которые вы мне задаете, для тех, кто подключился недавно, ну, значит, не судьба, сегодня у нас был очень интересный урок, и мы рассказывали, как, ну, как сегодня эффективно учить английский, и показали наши разработки, собственно, сейчас справа кнопка, по которой уже очень много людей выписали себе заказы, ну, сейчас объяснить, я вам пересказать не смогу, к сожалению, это заняло больше полутора-двух часов, поэтому обратитесь к нам, мы, возможно, пришлем вам запись, просто напишите на почту, да, кто вот не успел посмотреть в индивидуальном порядке, хотя мы не планировали это делать, возможно, наши технические специалисты ее сделали, и вам смогут прислать. Мои помощники мне подсказывают, что уже 27 пакетов забронировано, среди них уже есть оплаченные пакеты, и давайте я сейчас озвучу те пакеты, которые я вижу, чтобы вы уже себя отметили, да, и те, кто оплатил, соответственно, были уверены, что вы уже успели. Друзья, соответственно, те, кто оплатил, если я еще ваш пакет не назову, возможно, очень не засветился в нашей системе, поэтому не переживайте, с вами в любом случае завтра свяжется менеджер и сообщит вам уже о вашем статусе оплаты или брони, соответственно. Ну, и опять же, если вы видите сейчас кнопку, она еще активна, то значит еще места остались, поэтому как только кнопка будет недоступна, значит мест уже нет, да, вот это по поводу пакетов VIP, как я говорил. Итак, 27 пакетов, давайте я зачитаю имена людей. Так, Ирина, пакет базовый, Сергей, пакет VIP, оплачен, Ольга, пакет базовый, выписан, Юрий, пакет базовый, выписан, Мила, пакет VIP, оплачен, Ольга, пакет базовый, оплачен, Татьяна, пакет VIP, выписан, Людмила, пакет базовый, оплачен, Никита, пакет VIP, выписан, Оксана, пакет базовый, оплачен, Лиана, пакет VIP, оплачен, Светлана, пакет VIP, выписан, Игорь, пакет VIP, выписан, Татьяна, пакет базовый оплачен, Елена, пакет базовый выписан, Светлана, пакет базовый оплачен, Елена, пакет VIP оплачен, Илана, пакет VIP выписан, Наталья, пакет базовый оплачен, у нас уже, кстати, VIP оплачен, я тут сколько их насчитал, больше трех, если не ошибаюсь, то есть осталось еще семь, а нет, уже меньше, да, вот Алла, пакет VIP оплачен, Алена, пакет базовый, выписан Галина, пакет базовый, оплачен Елена, пакет базовый, оплачен Марина, пакет базовый, выписан Нелли, по-моему, из штатов, пакет VIP, выписан Кстати, да, просто оплаты я не сразу вижу Многие из тех, кто выписали, сейчас проводят оплаты Поэтому я их увижу чуть позже, друзья Если ваш пакет назвал как выписан Я еще не вижу, статус оплачен То тоже, возможно, это произойдет в течение нескольких минут И попозже засветится в системе А, это, наверное, фамилия Адам или Адам, извините, да, за Если неправильно, пакет VIP оплачен Кстати, да, вот тут VIP уже пошли Осталось, по-моему, уже в районе 5 или меньше 5 доступов На текущий момент Так, вижу, новые заказы поступают Ну ладно, давайте сначала отвечу на ваши вопросы, друзья Потом назову, сколько мест осталось По ходу уже ответа на ваши вопросы Давайте так договоримся Друзья, кто у нас из студентов сейчас присутствует? Напишите, пожалуйста, три плюса Наши студенты У меня к вам несколько вопросов есть Сегодня огромное количество студентов присутствует здесь Спасибо вам, друзья, что пришли сегодня на этот эфир Смотрите, у меня к вам такой вопрос Напишите, пожалуйста, какие вы трудности решили, проходя обучение на наших курсах Чего вам удалось достичь? Да, собственно, какие цели у вас стояли и удалось ли их достичь и за сколько? То есть срок, период Напишите, пожалуйста, сейчас Также очень важно зачитать, получить от вас обратную связь Я сейчас буквально прочитаю несколько отзывов Я смотрю, здесь очень много наших студентов Евгений пишет, что благодаря курсам за три месяца подтянул свой уровень до бизнеса английского И его взяли на англоговорящий проект в компании Евгений, зарабатывать-то больше стал? Напиши, пожалуйста Конечно, ну а как иначе? Окей Елизавета пишет Вы меня очень сильно вдохновили на изучение английского Спасибо вам Ну да, если применять все то, что мы говорим, то результаты будут быстро Дарья пишет Прошло обучение с English Revolution Потом поехала в отпуск на неделю в Испанию Испанского не знаю Пришлось общаться и все спрашивать на английском Это было незабываемое впечатление и ощущение, что после одного месяца обучения Я уже говорю, выражаю мысли и понимаю окружающих Спасибо команде English Revolution Даш, ну ты молодец Наши поздравления Что могу сказать? Молодец Павел пишет Очень круто Мозг начал перестраивать предложения с русского на английский Очень удивительно, что все очень легко и понятно Нужна только настойчивость и желание достичь своей цели А так все супер Очень рад, что английский для меня превратился из каши в полное понимание Еще за все уроки улучшилось восприятие речи носителей Выучил все слова, которые были на курсе методом ассоциаций Все это за один месяц обучения Я очень рад, что существует такая школа Паш, тоже красавчик На самом деле достойные результаты Потому что месяц, я считаю, для большого количества слов это хорошие результаты Елена У вас такая классная система обучения, что невозможно оторваться Большое спасибо Думала, что английский мне выучить не дано Жаль, что не встретила вашу школу раньше Смотрю фильмы в оригинале, общаюсь с друзьями иностранцами Еще раз спасибо Елена, спасибо вам за отзыв Очень приятно Друзья, ну давайте на этом пока закончим Отзывы дополнительно вы сможете еще почитать у нас на сайте, на YouTube канале Их очень много, их тысяча Поэтому давайте перейдем к вашим вопросам Вопрос такой Виктория задает Поможет ли мне эта система сдать TOEFL Эта система готовит к любому виду экзаменов Самая главная выгода из этого всего Это то, что вы научитесь говорить Уже второстепенные истории Типа вы начнете там тесты сдавать Ну конечно вы будете понимать грамматику Вы ее доверете до автоматизма И для вас это вообще будет не проблема Вы ее не то, что будете запоминать, зазубривать Вы ее будете понимать И, ну, лично для меня это не особо важно Там наличие теста Для меня важно умение говорить И я всегда это говорю нашим студентам Учитесь говорить в первую очередь А остальное это все ерунда Поэтому, конечно, да, поможет Сейчас я хотел бы развеять некоторые мифы Которые существуют у людей Ну, также многие к нам только что подключились Да, я хотел бы тоже, чтобы вы это обязательно поняли Многие думают, чтобы выучить английский Нужно учиться годы Мы сегодня на нашей онлайн конференции Развеяли этот миф Оказывается, нет Наши студенты тому доказательство Вы тому доказательство Что вы всего за 5-7 минут запомнили От, там, 10 до 18 Новых слов Да, то есть это показывает то, что Эта система работает И язык можно выучить быстро 6 месяцев это средний срок От нуля до upper intermediate У наших студентов То есть говорит о том, что Вы можете освоить язык всего за полгода Это совершенно точно Второй миф Нельзя выучить английский через интернет Ну, обычно этот миф распространяют Оффлайн школы Для того, чтобы вы к ним ходили И занимались подольше Соответственно, относили туда деньги На самом деле Уже доказано, что в интернете Учиться гораздо удобнее Не нужно никуда ехать Стоит это гораздо дешевле И тренажеры все доступны И в интернете, и у вас в телефоне Поэтому То, что нельзя выучить английский Это просто заблуждение То есть если вы думаете, что Нужно обязательно тратить время на дорогу Сидеть со студентами Или самое главное Поехать за границу В Великобритании или в США Только тогда я выучу Я вам скажу, что Ну, для тех, кто только подключился Я уже об этом рассказывал У нас Более нескольких тысяч студентов Из США и Великобритании И еще из Австралии есть Там из Канады также То есть люди, которые там живут Не просто на курсы поехали Они в страну поехали И не могут заговорить Да, и это все потому, что Они не выполняют ту систему Которую мы сегодня вам дали Поэтому Этот миф тоже развеян Невозможно практиковаться в интернете Нужно уехать в Англию и США Ну, только что об этом рассказал Да, что Уехать на ПМЖ недостаточно А, и опять же Вот, допустим Курсы в Майами Нам девочка рассказывала 7 тысяч долларов Стоит за 3 месяца Интенсивных курсов Ну, что за 3 месяца Сильно будут какие-то результаты Ну, да Может быть Продвинется Человек там На какой-то уровень Но, опять же Где гарантии Что там современные И самые последние методики Которые работают И Это 7 тысяч долларов, друзья Как бы Это не дешево Поэтому Это дороже И не факт Что действительно Результаты будут Если будете учить язык правильно Вам и Не понадобится Уезжать в какие-то Долгосрочные поездки Специально Чтобы выучить английский язык Например В Англию Или в США Да, там Поменять место жительства Чтобы Наконец-таки Вбить себе в голову Этот непростой язык Вот пример Нашей студентки Которая никуда не ездила Учила язык в интернете Удаленно И чувствует себя Сейчас за границей Как в своей тарелке Такие результаты У большинства наших студентов Самое главное За границей Стали понимать меня И у меня был Курьезный случай В отеле Когда у меня пропала Сумка Я смогла Объясниться на ресепшн Меня прекрасно поняли И мне вернули Пропавшую вещь Поэтому Если вы будете заниматься И у вас все получится И у вас все получится И у вас все получится Такой вопрос Я живу в США И тут очень много Бесплатных способов Выучить английский Ну судя по тому Что вы сегодня У нас в гостях Наверное Эти бесплатные способы Не работают Не так ли? Я конечно могу ошибаться Но Я вижу Что те люди Которые Пытаются Выучить английский Бесплатными способами На ютюбе Либо очень медленно Идут к этой цели Либо не добиваются По разной причине Может быть потому Что нет мотивации Что они за что Не заплатили И вроде как Нет стимула Двигаться вперед Может быть потому Что нет той системы Которую мы показали Может еще какие-то причины Но опять же Вы к нам пришли На заголовок Этого вебинара Как быстро Освоить английский И начать Понимать носителей Вы живете в США И Находитесь на этом вебинаре Наверное у вас Какие-то проблемы С языком Не так ли? Что-то здесь не вяжется Если эти способы работают Ну попробуйте выучить ими Вижу Вижу ваши вопросы Насчет Времени Смогу ли я учиться Если у меня очень мало Времени Друзья Мы специально курсы Разрабатывали Для тех у кого Времени мало Для предпринимателей Для людей Которые очень заняты И И уже адаптировали Их для всех далее Потому что мы понимаем Что сегодня время Это очень ценный ресурс И он далеко не у всех есть Я вам сейчас покажу Отзыв Паши Который настолько Увлекся английским Что с чемоданами Из аэропорта Приезжал в наши Разговорные клубы Когда у нас Они были в Москве Потом он уже участвовал В онлайн Разговорных клубах И признал Что действительно Это удобнее учиться В интернете Чем ездить в офис Но тем не менее У него был Очень большой скепсис Потому что английский Вообще ему Дано выучить Потому что учил его В школе В институте И просто считал Что как многие из вас Считают сейчас Что мне просто не дано И после этого Заговорил на английском Ему по работе Нужно было быстро язык выучить Ну то есть Получил очень классные результаты Смотрите видео Паши Я изучал английский В школе Я изучал английский На работе Я изучал английский Самостоятельно Ходил к репетитору Но не испытывал От этого никакого удовольствия От изучения английского То есть я приходил Я засыпал на уроках Хоть это было допустим Полтора часа Или час Занятия с частным репетитором Но это было по учебнику Это было скучно Это было не очень интересно Придя сюда Я почувствовал огромнейшую разницу То есть профессионалы Не только профессионалы-преподаватели Но и профессионалы В плане общения с людьми И грамотные психологи Дина задает вопрос Мне нужен один уровень Какой курс мне для этого выбрать Дина, смотрите Ну вообще в 97% случаев Когда студенты к нам приходили Ранее за каким-то одним уровнем Мы выявляли то Что они ошибались Если неверно определяли Или в других школах На курсах им неверно Устанавливали данный уровень Почему? Потому что допустим Если вы считаете Что вы владеете английским На среднем уровне Но при этом у вас Нет произношения хорошего Или допустим Вы в временах еще путаетесь И вы хотите обучаться Со среднего уровня То вот именно по нашей программе Вам желательно вернуться Немного назад Поставить произношение Разобраться во временах И только тогда уже продолжать Поэтому просто в 97% случаев Когда мы подключали людей По уровню Который они нам сами говорили Вот мне нужен интермедиа Да, дайте мне Только вот такой пакет Нам приходилось Потом в дальнейшем Дополнительно подключать Еще предыдущие уровни Или там Какие-то другие Особенности Которых не хватало Для студента Чтобы достичь своей цели Поэтому сейчас Мы объединили все В один пакет И сделали настолько Доступную цену Чтобы сэкономить время И себе И студентам Чтобы человек получил Все в комплексе Даже если вы уже что-то знаете Возможно вам понадобится Что-то из предыдущих курсов В большинстве случаев понадобится Тренажеры скорее всего понадобятся Поэтому презентуя пакеты Мы не делим их по уровню Чтобы человек получил Все материалы Которые ему нужны От нуля До уровня продвинутой Но тем не менее Если вы все же После этих слов Уверены Что вы все знаете У вас хорошее произношение Вы в грамматике летаете Вам нужен какой-то более Там повышенный уровень Только он и все Ну просто Выпишите сейчас счет На любой пакет Который вам больше понравился И сообщите Менеджеру Когда он вам позвонит Что вас интересует Конкретный уровень Менеджер вам уже Сообщит цену Которая Будет за один уровень Естественно По уровням отдельно Покупать будет стоить Дороже Чем брать все В пакете сразу Поэтому возможно Это обучение Пригодится вашим родственникам Друзьям Они смогут обучаться Вместе с вами Даже если у вас Там какой-то другой уровень Кому-то понадобится Более простой уровень И сейчас на все это Вы можете получить Большие скидки В отличие от обычных курсов Где прохождение Только одного уровня Может вам стоить Там 30, 40, 50 тысяч рублей Только одного уровня Вот такие цены Сегодня встречаются В школах Так времени осталось У нас уже немного Пакетов Смотрю сейчас Осталось только два На текущий момент Много забронировано Но вот осталось Еще два неоплаченных По ВИПам Поэтому тем Кто ВИП собирается Брать Рекомендую ускориться Те кто только подключился Спрашивают Сколько действует скидка Скидка действует До конца Сегодняшнего дня До 23 часов 59 минут По Москве Пишите вопросы Если еще остались Я пока вам покажу Еще несколько Отзывов наших студентов Я училась И в маршрутке Учила слова По дороге на работу И обратно И на работе Все время Тоже Составляла отчет И все время Переживала И поэтому Считаю Что результат Есть А самый главный Результат Это прошел страх Неуверенность В себе Всем привет Меня зовут Аниса Привет Меня зовут Настя Мы пришли сюда С нулевой базой Да Мы учили немецкий Я научилась читать По-английски Я более-менее знала Алфавит Но читать не могла Вообще Потому что естественно Немецкий Дает о себе знать На первом же уроке Я провалила Чтение текста Вот Но На последнем занятии Когда я прочитала Снова текст Я сама себе удивилась Потому что Я реально прочитала Его даже быстро Вот И Более-менее правильно Сама обрадовалась Этому Результат Впечатляет Мне нужен Американский английский Это возможно Да Смотрите Данный курс Он развивает И американский английский И британский английский Просто Отличие В чем То есть Вы основу Фундамент Получаете Общую Но отличие Будет именно В произношении Ну есть небольшие Особенности В лексике Потому что Есть Некоторые фразы И слова Которые Больше Используются В Великобритании Есть Допустим Сленг Жаргон Фразы Которые используются В штатах Даже есть Слова Которые используются Конкретно В каких-то городах В штатах Вот да Как сегодня Илайте вам Рассказывал Про Нью-Йорк Гульмира спрашивает Можно ли платить По уровням Да Гульмира уже отвечал На этот вопрос По уровням Да Можно Просто По уровням У нас нет акций Таких как на пакеты Сегодня Можете заплатить По уровню Без скидки Просто выпишите счет Который Вас заинтересовал Тот пакет Который вас заинтересовал И менеджер С вами свяжется И сообщит вам цену Которая доступна Будет На тот момент По уровням Да И сколько стоит Каждый уровень Виктор спрашивает Как оплатить Где страничка оплаты На кнопку Я нажал Виктор Смотрите Оплатить Еще раз Объясняю Для тех Кто только подключился И не слышал То что я Рассказывал До этого Справа От нашей трансляции Находится Зеленая кнопка На нее Необходимо нажать Вас Перебросит На табличку С выбором Пакета И Внизу Этой таблички Есть красные кнопки Вот вам Необходимо нажать На эту красную кнопку Вы перейдете На страницу Системы Платежей PayU Это международная Система платежей Которая принимает Оплату со всего мира Далее Вы можете выбрать Там несколько Способов оплат Первый способ Самый там Распространенный Это оплата Карточкой Если вы Из России То Вы можете Оплатить через Связной Евросеть Это многим удобно Да Просто там У кого рядом Есть салоны Связи Есть также Вариант Перевод На банковский Счет Нашей компании Вы также можете Выяснить эти данные У наших менеджеров Когда они с вами Свяжутся Поэтому если просто Ни один из способов Вам не подходит Доступный по кнопке Просто Нажмите на Красную кнопку Заполните свои данные Чтобы счет был Выписан Но не продолжайте Оплату Когда вам предложат Ввести номер карточки Там или пройти Следующим путем Да Просто заполните свои данные Нажмите обязательно Кнопку далее Таким образом Вы забронируете счет Когда вам позвонит Менеджер Вы ему скажите Что мне например Такой способ оплаты Удобен У нас есть сейчас все способы Включая Пейпал Просто они не все На страничке доступны Менеджер вышлет Отдельно вам ссылку На оплату через Пейпал Или реквизиты Компании Если вы захотите Просто со своего счета Оплатить На счет Нашей компании То есть это тоже Возможно Но напоминаю Что бонус Второй пакет В подарок Действует только для тех Кто оплачивает сегодня Просто если вы будете Делать перевод Через банковский счет То это занимает Иногда до трех дней Поэтому чтобы этот бонус Сработал Проще всего Провести платеж Карточкой Потому что здесь Зачисление средств Происходит сразу И вы подключаетесь К системе Также сразу Вам высылается Доступ На электронную почту Нурлан Я уже оплатил визой Можете проверить Сейчас зайду В серую систему Минуту Так Да Вот Вижу Курс базовый Верно Нурлан Это вы наверное Смотрите С вами Свяжется Завтра Смотрите друзья С теми Кто оплатил Сейчас Обучение С вами свяжется Клиентский менеджер Лично с вами Познакомиться Ответить на все вопросы Чтобы вы понимали Как работать с кабинетом Убедиться Чтобы вам дошли Все доступы Подключат вас Дополнительно К тренажерам Поэтому Ожидайте Завтра С вами свяжутся Можно ли оплатить В долларах Я живу в США Да Конечно Можно Вы можете Просто оплатить Карточкой Через систему PayU И с вас Снимется сумма Эквивалентная В долларах То есть Это все Абсолютно Доступно Система PayU Работает С любыми Странами В мире И в целом Проблем вообще Обычно Не возникает Поэтому конечно Можно В любой валюте Даже если у вас Карточка Привязана к юаням По курсу Вашего банка Будет ли сертификат По итогам обучения Да Смотрите Ну во первых Как я уже говорил Мы Во первых Концентрируемся На получении Знаний Навыков Конечно же Если Вы хотите Дополнительно Получить какую-то Бумажку О том Что вы закончили курс Ну не знаю Кому-то Иногда для работы Нужно Но поверьте Гораздо Эффективнее И круче Когда вы придете На собеседование Если вам для работы И Продемонстрируйте Своё владение Английским Чем Продемонстрируйте Бумажку Потому что После бумажки Вас все равно Спросят Давайте поговорим Или покажите Ваш уровень знаний Да Поэтому Конечно Сертификаты Мы выдаем По запросу Но так как у нас Студенты со всего мира Мы Каким образом Действуем Вы пишете нам письмо Что вам нужны Сертификаты Прохожения обучения Мы вам его Печатаем И отправляем В этом нет проблем То есть Конечно можно Да То есть Обращайтесь к нам Кому это необходимо Но поверьте Большинство студентов Все-таки Больше За результат Чем за бумажки Я вот Тоже не очень доверяю Всем дипломам Когда нанимаем Сотрудников Компанию Мы практически Не смотрим На дипломы Мы смотрим Именно на практику На навыки Которыми человек владеет На каком-то тестовом периоде Нежели Там на бумажке Поэтому Конечно Да Это возможно Смогу ли я научиться Писать письма Да Конечно Виктор задает вопрос Вы не только сможете Письма научиться писать Вы сможете научиться Говорить Понимать Писать Общаться И так далее Ну и даже Если вам необходимо Сдавать экзамены Там которые Вот мы обозначали Международный экзамен ЕГЭ Тойфл С этими знаниями Вы сможете подготовиться К данным экзаменам Невозможно забронировать Сразу требует ввести Параметры карты Да, я уже говорил Смотрите После того Как вы перешли Уже к параметрам карты Это значит то Что вы уже забронировали Поэтому просто Если вы допустим Ну сегодня Вот кто-то писал Что сейчас Нет денег на карточки Завтра будет возможность Доехать в банк Ну просто вы Второй пакет в подарок Не получаете Но ничего страшного Просто завтра Вот тот счет Который вы выписали Вам на почту Пришло подтверждение Со ссылками на оплату Завтра зайдете По этой ссылке Или же свяжетесь С нашим менеджером Если какая-то сложность возникнет Он вам еще один счет создаст И вы уже оплатите карточкой То есть Ну ответил на этот вопрос Окей Куда уходят мои сообщения Ваши сообщения Уходят ко мне в админку И я их читаю Собственно Сюда уходят Можно ли оплачивать Помесячно Такой вопрос Смотрите Все возможно Просто Оставьте Счет Забронируйте И С вами свяжется менеджер И скажет вам Какие условия Но скидки Которые я сегодня Вам озвучил Доступны только При покупке пакетов Ну я уже объяснил Почему это эффективно Потому что В пакете Вы сразу получаете Все И с большими скидками Если вы хотите По частям По уровням Помесячно Да вы можете договориться С менеджером Но просто сумма Будет выше Чем брать пакет Сразу В общем Поэтому это просто Условие для того Чтобы Не забивать себе голову Ни о чем Взять пакет И конкретно Быть уверенным Что этого хватит Для того Чтобы выучить английский Сколько нужно заниматься Чтобы хорошо Выучить английский Ну здесь тоже Очень все варьируется Смотрите На самом деле В среднем Мы видим статистику Такую Что полгода Людям достаточно Для того Чтобы нормально Овладеть английским И свободно Общаться Да То есть Кто-то это делает Быстрее Кому срочно надо И такие примеры Тоже есть То есть Там за 3-4 месяца Люди начинают говорить Кто-то Начинает говорить В первый месяц Кто прям Интенсивно занимается Те Кто открывает Наши курсы И не ходит на занятия Там Ну открывают курсы Раз там В месяц Или в 2 месяца Ну сами понимаете У вас результаты Будут дольше У каждого Свои задачи У каждого Свои темпы Поэтому в среднем Мы берем полгода Потому что Ну больше всего Статистики Именно вот Показывает 6 месяцев Что люди Начинают уже Общаться свободно Так Успел ли я На скидку Или нет Если я плачу сейчас Андрей Смотрите Переходите сейчас По ссылке Потому что Я сейчас в реальном Времени Уже закрыл систему Но открою чуть позже Сообщем Сколько пакетов осталось Как я уже говорил Нажимайте сейчас На зеленую кнопку Если вы видите Цены И кнопка доступна То да Пока вы успели То есть если Кнопки уже Не будет Или там Будет например Другая цена То все Значит не успели То есть как бы Я уже обозначал Этот момент У программистов Есть своя задача Как только закончатся Пакеты Цена изменится И вы увидите На сайте Что там уже Не будет доступных Вариантов Чем вы отличаетесь От школы Такой-то Такой-то Читать не буду Название школы Потому что не знаю Такую школу Смотрите Ну на самом деле Я сейчас не хочу Сравнивать нас С какими-то другими школами Школ очень много Ну вы сегодня Были на нашем Вебинаре И я надеюсь Что были сначала И до конца Они только что Подключились И вы поняли Надеюсь Чем мы отличаемся Если вы не поняли Ну то просто Посмотрите вебинар Скорее всего Вы его не смотрели Я бы наверное Сказал Что результат Это то Что отличает нас От всех остальных Быстрый результат Если вы знаете Другие школы Где есть Быстрый результат И вам там нравится Обучаться То отлично Учитесь там Вам наверное Больше ничего не нужно Но если вы пришли На наш вебинар При этом Скорее всего Вам чего-то не хватает Я так могу предположить Поэтому Результат Быстрый результат Я бы наверное Так ответил Но опять же Не люблю сравнивать Нас с кем-либо Наверное Люди сами Должны попробовать Понять И взвесить Для себя факторы Что есть тут Что есть там Поэтому Это наверное Людям виднее со стороны Но если вы пришли К нам в гости Скорее всего Вы не удовлетворены Никакой школой Которую вы уже знаете Наверное Окей Ладно Ответил вопрос Юля Я заплатил Когда можно начинать И как получить ссылку На начало урока Да Юль Спасибо за Заказ Рады вас Видеть Среди наших студентов Смотрите С вами Свяжется менеджер Да уже об этом говорил Завтра И все доступы Вам откроют И сообщат Как этим всем пользоваться Потому что вас подключат И к тренажерам И вас подключат К нашему личному кабинету И также вам назначат Уже согласно Вашим пакетам Когда вы начинаете Играть там В марафон Когда вы Подключаетесь К занятиям с преподавателем Время Ссылки и прочее Вас уже проинструктируют Завтра Поэтому Все кто сейчас оплатил Ждите завтра В связи От нашего клиентского менеджера Инна Как забронировать Я перешла на страницу оплаты Но сейчас оплатить не могу Инна Еще раз повторяю Смотрите Нажимаете на зеленую кнопочку Далее Переходите к пакетам Выбираете пакет Ниже Нажимаете на красную кнопку Под вашим пакетом Который вы выбрали Далее Заполняете имя Соответственно По-моему фамилию тоже спрашивает Е-мейл Телефон Нажимаете далее И переходите к способу оплаты Но не оплачиваете Если сейчас не можете оплатить Если можете оплатить Просто получите второй пакет В подарок До 12 часов ночи Если у вас оплата пройдет Таким на ответил на ваш вопрос Юрий Я пенсионер Прошу рассрочку платежа Юрий Да Кстати Я не помню Говорил об этом или нет У нас есть возможности Льготные для пенсионеров Об этом тоже Соответственно Вам расскажет менеджер Если вы пенсионер И Планируете у нас обучаться То также Выписывайте себе пакет Как я сейчас и не объяснил Бронируйте И менеджер вам Завтра Ну то есть сообщите менеджеру Что вы пенсионер И Для этого вас попросят Выслать там Памскан Документом Подтверждающий Что вы пенсионер Да И после этого Вам доступны Будут льготные условия Мы также Открыты И Ну поддерживаем Когда люди В пенсионном возрасте Начинают Начинают Учить язык Это на самом деле Тоже классно Потому что Все только начинается Поэтому Такая история Тоже возможна Так Учат американскому Или британскому Да Отвечал уже на этот вопрос И тому и тому Вы сможете научиться Пройдя данный курс Поэтому тем Кто планирует Получить скидки И Бонусы Которых я сегодня Сказал Действуйте прямо сейчас Пока пакеты Еще доступны Так что вы видите друзья Вы сегодня видели Много видео Вы сегодня видели Реальные отзывы студентов Вы сегодня видели Убедились на себе Что это работает И вы сегодня получили Отличное предложение Отказаться от которого Действительно глупо Как в чате уже написали Василий Спасибо Действительно Это очень недорого Действительно Это доведет вас до результата И вам не нужно будет Больше тратить времени Для того чтобы Где-то Еще искать решение Своих проблем Вы сегодня Познакомились с нами И я надеюсь Что вам больше никогда Не понадобится Знакомиться Больше ни с кем Мы будем ждать от вас Как можно быстрее Отзывов На английском языке О том что у вас получилось Окей Отвечу еще на ваши вопросы Вопросы кстати Можете задавать сейчас в чате Почему вы не ответили На мой вопрос Друзья Просто очень много комментариев Сейчас очень много людей в сети Я не все вопросы Увидел Повторите пожалуйста Давайте мы Знаете как сделаем Вы сейчас в чате Напишите ваш вопрос Если я на него еще не ответил Мы с вами обязательно свяжемся Либо сегодня Либо завтра Вам напишем Либо когда вы перейдете На страничку оплаты Там будет Виртуальный консультант И он по идее Должен быть сейчас еще доступен Хотя уже времени Очень много прошло То есть наша служба поддержки Сейчас должна быть в сети Мы вам обязательно ответим Просто уже больше Двух часов прошло С момента начала конференции Уже поздно И вы все устали Мы задерживаться Долго не будем Так что действуйте Нажимайте на кнопку Бронируйте за собой цены Забирайте бонусы Учите язык С максимальными скидками И больше никогда Не возвращайтесь К этому вопросу Спасибо что сегодня пришли Было очень приятно Привести время с вами Надеюсь что вам понравилось Надеюсь что вы получили результаты Плюсики под конец Давайте Закидайте наш чат Огромным количеством плюсов Как вам понравилось И ждем вас на обучении Друзья Желаю всем успехов Пока Субтитры сделал DimaTorzok